Значит, мы начнем с Рахили Гейбулаевой из Бакинского университета, и я сразу оглашу порядок, тот, в принципе, порядок, который у нас был вчера, тот же формат действует и сегодня. Значит, на выступление выделяется 10 минут. Ну, плюс-минус, я думаю, можно. Единственное, мы, в общем-то, должны, конечно, стараться укладываться, и нам наш технический ассистент будет, соответственно, предупреждать об окончании за 2 минуты. Далее следуют вопросы. В течение 5 минут мы можем с вами обсудить тему. Если вдруг останутся вопросы, то, как и вчера, мы можем эти вопросы оставить на окончании нашего заседания, и какие-то ваши комментарии, замечания, пожелания, конечно, выслушаем. Так, значит, презентации все знаете, как показывать. Вот одна презентация у нас будет технический ассистент, ее показывает. Так, я думаю, что мы можем, наверное, начинать. Рахиля, мы начинаем с вас. Я так понимаю, доклад у вас будет на русском? Да-да, я, если позволите, учитывая контингент, но слайды я пыталась с утра делать на английском, я не знаю, чтобы... Так, скажите, дорогие участники, все ли будут понимать слайды на английском? Нет, у меня есть и русский, и английский, а выступать я буду на русском, чтобы избежать... Я думаю, в такой степени, те, кто в переводе работают, а не английский, поймут. Нет, выступление будет на русском. На русском, все, очень хорошо. Тогда мы, с вашего позволения, можем предоставить Рахиле слово, и следующий, Георгий Тимуразович, будет ваша очередь, можно начинать. Да, могу начать, да, Деля Рахану? Алло. Да, конечно, предоставляем вам слово, пожалуйста. Спасибо большое, я представляю Бакинский славянский университет, я обычно занимаюсь проблемами антропологии, в частности, визуальной, литературной, компаративистики и семиотики, и немножко когнитивной лингвистики. До этого у меня была возможность предоставить на ваших конференциях два варианта из этой теории, которые вот видите вы на экране. То, что вы видите, я не буду, наверное, все повторять. Одно из выступлений было посвящено, как слог может иметь значение в переводе, на примере слова намаз. А другой доклад у меня был, на примере слова вайн, вино, как согласная буква может быть носителем значения. Сегодня я хочу представить вашему вниманию, как перевести, например, слово, как концептуализируется слово, на примере слова китап. И в какой-то степени моя теория, она идет в унисон с презентацией на мастер-классе сегодня доктора Давида Синглтона. Семиосфера, как ученые бывшего Советского Союза, и думаю, не только знакома с терминами семиосферы Лотмана, а также как лингвисты, наверное, это знакома с терминами дипстракция и серфистракция, чомского или хомского по-разному. И главным методом у нас являются вот эти две методологические принципы, два методологических принципа. Здесь на экране вы видите две версии. Первая версия, вот на одной, это представлена синхронизация современной интерпретации. Китап, переводим книгобук. Если пойти дальше, допустим, в эпоху Средневековья, китап можно было перевести как намя, если дальше хамса, хамса, хамушан, хамеш, меглиот, а еще дальше кетубин, панчатантра, извините, панчатантра и там же, это в Индии можно еще найти, панчамоведа. Еще у нас две рукописи, китап, который, этот эпос, который известен как китап и деда Горгут, на китальном месте так и написано китап, время записи 15 век, а также китап кетубин, это уже более известная вещь, конечно, это кетубин, как третья часть еврейской Библии, который стал первой частью христианской Библии. Вот эти моменты, синхронизация на одном этапе, синхронизация на предыдущем историческом этапе, которые вместе составляют семиосферу. А где же тут заключается дипстракция? Мы попытаемся это найти. Вот здесь у вас цитата от Хомского. Вариант, вот просто хочу вам напомнить, как через согласный можно восстановить первичный смысл. Первичный тоже, конечно, в кавычках, потому что нельзя говорить, что это совершенно первичное. Это условно-протозначение. Вот насловие слова «пардэш», которое ни о чем вроде не говорит широкой аудитории, а здесь есть более известное для англоязычной, европейской аудитории слово «пардайз», для циркоязычных стран «пардэ», для европейцев современного «миррор», для русской аудитории русскоязычный «мирр», это «мираж», а для исламской культуры «мираж». Это все здесь можно найти через… Я буду вкратце, если будут вопросы, потом я с удовольствием хотела бы с вами дискутировать. Это все вокруг буквы «р». Буква «р» просто вкратце, если вникнуть в историю реформ алфавита, то консонатный алфавит, по-другому научный термин называется, он базируется на финикийском алфавите, который стал после третьей династии египетской основываться на буквах в современном понимании, и вот эти буквы были согласны. На этой основе потом образуется еврейский алфавит, арабский, и все остальные алфавиты уже воспроизведены от этого. Это вот вкратце, если вам будет интересно, потом можно будет говорить. Но значение каждой буквы я здесь отметила. Дальше. Просто показать, как согласные вместе – это уже более другой уровень, который можно по-другому назвать слогавым. Правда, здесь гласного нет, он подразумевается. И вот как согласные могут менять. Но дипстракция, как структура памяти, сохраняется. РТБ – кто знаком с семитскими языками, сюркскими языками, вообще с языками региона, включая там аккадский, шумерский, античные языки – это региональное. Там нет первичный, тот, первичный, но это просто региональное. Вот консонат РТБ, МЭРТБ, МЮМЕ, если в начале, это означает отношение. Если вы помните, здесь я приводила пример, МИРРОР где-то был у меня. Вот здесь МЭМЮМЮ – это тоже оттуда, от шумерского, которые проникли потом в европейские языки. Это означает отношение к чему-то. Вот в данном слове МЭРТБ – то же самое. РТБ – это этаж, РЮТБ – это позиция. А потом можно сравнить с английским словом РЭЙТ, РЭЙТИНГ – это все имеет, в дипстракции имеет одно и то же значение. Или ДРСЕ – вот здесь есть примеры. Опять-таки мы префиксим МЭ. И, наконец, то, что мы хотим сегодня более подробно становиться, это КТБ как объект кластер. Объект кластер – то есть согласный кластер. Тут уже имеют разные значения. Это на современном этапе КТБ как книга, бук. На иврите есть еще КТБ – это брачный договор. КТБ – тот, кто пишет, записывает. Не писатель, в смысле РАЙТЕР, а вот кто именно записывает. МЭКТУБ – это ЛЭТТА, если помню КОЭЛЮ. Там у него так, это слово как раз-таки не переведено. МАКТУБ – это то, что написано на лбу. Вот КТБИМ – это третья часть ТАНАХ. И АБДЖАТ ячейка, узнаваемая для людей региона, носителей языка. Не надо тут быть каким-то сверхъестественным ученым для носителей. Как вот в случае Давида Синглтона, нашего сегодняшнего презентера, который представил вельские и ирландские варианты при английском языке. Вот опять-таки регион определяет. Почему, например, слово КТАБ не перевести? Помните, я здесь показывала уже, что есть на другом этапе КТАБ как НАМЕ. Нет, мы переводим именно это. Но мы переводим не как НАМЕ, как книга переводится и как буква. Вот это современный академический перевод. Хотя НАМЕ есть в истории исламской культуры. Это всё НАМЕ, то есть там два значения посвящается или же письмо. То есть НАМЕ, это ещё означало буквально как английское letter, просто вот письмо в этом плане. Но НАМЕ не используется. Это используется только в классической исламской поэзии, то есть там, где указан автор. А КЕТУБИН, опять-таки, мы сюда опять-таки возвращаемся. Тут, почему мы привели опять КЕТУБИН, потому что там имеет значение, кто рассказчик. Вот в нашем случае, ЧТАБИДА ДАГОРГУ, там он называется ОЗАН, это очень важно. И ещё он не саги, но саги, вы знаете, сага о форсайтах, но более глубже исландские саги, там старшая эдда, младшая эдда, они называются саги. Саги. Это, кстати, есть ещё в Куране, которое в джанате называется, это бог, который он саги. Ну, в общем, это тоже вкратце, нам отсюда нужна саги ОЗАН, кто тут наратор. Вот дальше мы идём, если пойти дальше, ЧТАБ, это ещё есть другое значение, потому что в семейских языках тоже, в тюркских языках, в языках региона, ЧТАБ, ЧТАБ, ещё означает адресовать кому-то, то есть апелл. А с другой стороны, значит, с одной стороны это адресует, может быть, да, а с другой стороны, Дадагургот, он мудрец, я написала именно вариант не вайзмен, а именно сейч, потому что он саги. А с другой стороны, АЗАН, это название, чтобы вы уже знали, что если будут вопросы, можете там просто сфотографировать, дальше задать вопрос. Это уже на основе, опять алфавета, то есть согласно, я просто скажу. Извините, пожалуйста, мне необходимо напомнить, что у вас осталось две минуты. Хорошо. Там три варианта, почему это можно считать, чтобы это как бы продолжать жанр кетубин. Вот здесь три варианта. Образ мудреца, он называется Хазан, это восходит к Хазану, то контроль общества. И третий вариант, потому что, да-да, это переводится как праотец, как праотец Авраам, как праотец Адапа. Концептуализация значений, еще два варианта в иудаизме, один хамеш Мегриот, а другой, значит, вторая часть кетубима так называется, а другая версия, когда сама Тора непосредственно называется пси-книжием, по-другому, здесь есть вот эти варианты, еще в индийском варианте, там есть панча-тантра, петь, то есть тантр, и еще есть пятая вета, тоже неканонизированный. Кетубим тоже считается неканонической версией, и так далее. И вот кетубим, если можно, еще две минуты, я заканчиваю. Вот таким образом можно выделить small corpora, который выделяется в конструктивной грамматике, и small corpora ведет от surface значения к поверхности deep structure. И в этом просто хотела закончить мыслью Лотмана, что передача информации, это когда, если мы передаем одинаковые коды, лишенные памяти, это просто мы будем понимать, китаб, бук и так далее, книга. Но тогда мы не знаем разнообразные функции, которые исторически возлагаются на язык. И так что благодарю за внимание, если какие-то вопросы, можно вот через презентацию. Спасибо вам. Большое спасибо докладчику. Пожалуйста, ваши вопросы, коллеги. Сейчас я шерстку наберу. Если пока вопросы не возникают, то, возможно, мы еще обратимся к этой теме, потому что реконструкция семиосферы, она, конечно, привлекает внимание, тем более в историческом плане, как нам было показано в докладе. И это еще раз подтверждает о том, что перевод это действительно та сфера, в которую можно считать пересечением различных культур, не только языков, но и культур. Я перехожу, наверное, хочу передать слово следующему докладчику Георгию Тимуразовичу, который будет сегодня нам рассказывать о переводах версии Библии. И он сам, в общем, огласит тему своего доклада. Она довольно тоже интересная. Я предоставляю вам слово. Пожалуйста. Спасибо. Я могу презентацию запускать? Да, пожалуйста. Видно, коллеги, презентацию? Да, презентацию все видят. Коллеги, наш Анна Александровна Осипова доклад, я должен сказать, что Анна Александровна Осипова как раз недавно защитила докторскую диссертацию по библейской тематике. Он, как мы видим, посвящен постклассическим версиям Библии и, в частности, тому, как противостоят друг другу модернистские подходы им свойственны и традиционный подход. Начать, вероятно, целесообразно с того, что наше время можно охарактеризовать как своего рода парадокс секуляризма. То есть, с одной стороны, очень много говорится про то, что идет секуляризм, дехристианизация и так далее, в последние десятилетия очень много переводов Библии появляется на европейские языки, ну и в том числе и в России тоже, где несколько таких переводов за последние 20 лет появилось. Но, в первую очередь, конечно, когда мы говорим о традиционности, надо вспомнить так называемые национальные Библии, то есть, те, которые составляют своего рода основу некоторых народов христианских культур. И здесь, конечно, в первую очередь все вспомнят Библию Лютера 16 века, Библию Короля Иакова 17 века, но применительно к русской культуре до недавнего времени фактически бывший единственным синодальным полным перевод Библии 19 века. И вот несколько особенно стоит вопрос о церковнославянском тексте Библии Елизаветинской окончательно в 18 веке оформленной. Ну, понятно, что это нельзя считать национальной в том смысле, в каком мы говорим об остальных. Но учитывая, что она обладает статусом литургического текста, это тоже, несомненно, значительную роль играет в российской культуре. Ну, а если мы сейчас будем говорить о том, как обстоит дело в современных переводах, то здесь условно можно наметить два направления. Естественно, условно, потому что в каждом из них свои подразделения. с одной стороны это вот те национальные переводы, о которых мы с вами говорили, их редактирование. Причем редакторы с одной стороны утверждают, что они сохраняют полную верность своим источникам, а с другой стороны понятно, на то и редактура производится, чтобы как-то это осовременить. Причем не только в языковом плане, как мы видим. Ну, а с другой стороны в связи с появлением новых переводов это как раз именно новые версии, которые противопоставляются в какой-то степени вот этим национальным версиям. Ну, коротко вот сейчас остановимся на методе работы то и другого. Если речь идет о редактировании, то здесь, естественно, с одной стороны надо как-то верность сохранять тому, что там было, потому что если полностью разорвать с ним, то получится то, что в античности было известно как парадокс корабля Тесея. Ну, известно, что в Афинах хранился корабль, на котором якобы Тесея плавал. Поочередно там заменяли доски, в результате когда заменили последнюю доску возник спор, это тот же самый корабль или это уже новый корабль, а поэтому нужно его сохранять или нельзя сохранить. Ну, вот совместить эти две задачи не всегда оказывается легко и в связи с этим нами были с Анной Александровной просмотрены некоторые, так сказать, версии. вот начали мы, поскольку наиболее популярны сейчас англоязычные, это с новой версии короля Якова, которая появилась в 80-е годы. New King James Version или Revised to the rest version. Ну, тут как мы видим то же самое в предисловии. С одной стороны какая замечательная Библия, с другой стороны надо исправить. Я уж не буду зачитывать, здесь примерно указано, что было сделано в языковом плане, что было сделано в стилистическом плане, а вот дальше что интересно. Хотя всячески подчеркивается консервативность подхода и более того, даже с тех, кто участвовал в ее создании бралась, ну, не знаю, клятва, обещание или что-то, что они люди верующие, причем по-агликански, но тем не менее в консервативных кругах это было принято довольно отрицательно и вот тут приводится в последнем абзаце, как это оценили, а именно, что, как известно, это самый большой, так сказать, метод обмана, это подделка, а кто является мастером подделки, это известно, а следовательно, кому эта Библия принадлежит, тоже известно. Ну, крайность, конечно, но как-то она влияние консервативных кругов погадит. Следующая Библия, по значимости, наверное, все-таки, если говорить о европейской культуре, может быть первая, это Библия Лютера. Она не случайно названа Библия Лютера 2017, потому что после последнего прижизненного издания Лютеровской Библии 1546 года она многократно, ну, как бы это сказать, редактировалась, перерабатывалась. Предыдущая крупная переработка была, как мы видим, в 1974-1984 годах, было очень много споров по этому поводу. В 2017, когда отмечалось 500-летие реформации, снова была сделана редактура, откуда и название, и авторы этой переработки указывали, что они с одной стороны стремились сохранить язык Лютера, когда он понятен, а второе менять когда-либо новые источники, в частности, найденные рукописи известные Ветхого Завета появились, ну, и понятны слова и выражения. Но я должен сказать, что менялась там очень много и того, что без того понятно, но уже не по соображениям языковым, а вот по соображению того, что по-немецки называют гешлефтфаге, то есть то, что называют феминистическим вопросом, гендерным, ну, в частности, братья заменяются на братья и сестры. И вот тут любопытный случай. Была статья по этому поводу одной из организаторов «Лютерсбибель золь вайблихер верден», то есть Библия Лютера должна стать более женственной. При этом само слово вайбе из перевода убрали, поскольку оно среднего рода и как бы нехорошо к женщине применять, но как мы видим само слово вайблихер здесь осталось. Ну, такая любопытный лингвокультурный парадокс получается. Ну, теперь уже переходим собственно современным версиям, то есть переводом. Здесь перечислены те версии, которые мы рассматривали. Естественно, коллеги одних английских версий около 300, поэтому все рассмотреть не могли. Ну, и здесь мы указывали, что тут методологический принцип, это хорошо известно. Это либо Найдовская динамическая эквивалентность, либо скопус-теория Фермер и Райс, либо какие-то контаминации, а вот принцип один, который был сформулирован в одной из этих версий, в частности в Библии правильный с филологической точки зрения перевод, он по существу неправильный, а правильный тот, который руководствуется нынешним языком. Ну, и в связи с этим какие там могут быть изменения, коротко посмотрим. Ну, во-первых, инклюзивный язык, кроме братьев и сестер, еще, как мы видим, даже фарисейки по-моему, довольно глупо, потому что в патриархальном обществе никаких фарисеек в том смысле, как принадлежность к определенной партии не было. Правда, надо сказать, что хотя по-русски есть 7 или 8 переводов Библии, точно сейчас не могу сказать, новые появились, но даже те из них, как расскажем, версия Кузнецовой, которые очень большие споры вызвали, ниже мы, если будет время, на один пример из нее приведем, но вот эта тенденция феминизировать Библию и вводить политкорректный язык пока что в русских Библиях не проявилась. Далее. Следующий момент, здесь это отчасти пересекается с тем, что наш предыдущий докладчик очень интересный, это то, что реалий касается. Ну и модернизация реалий там по-разному. Мне, например, очень показалось интересно, это те случаи, когда в библейских книгах очень так последовательно стали проводить ныне принятую систему. Ну скажем, вот указание Господа по созданию Ковчега, но и что он должен быть 25 метров в длину, 25 метров в ширину, 15 метров в высоту, а что волосы сына царя Давида Давида Давида, который, как известно, с этими волосами запутался, весили 2 килограмма. Ну, конечно, коллеги, Библия Боговдохновенная книга и Господь заранее знал, что будет метрическая система, но то, что Ной и Давид об этом знали, ну вот здесь некоторые сомнения, наверное, у нас могут быть. Извините, у вас осталось 2 минуты. Да, затем очень, мне кажется, любопытный пример это то, что можно назвать религиозной адаптацией. Ну, казалось бы, Библия это иудео-христианская книга, и таковой должна оставаться. Однако была попытка эту книгу приспособить для исламской аудитории, причем в нескольких вариантах. Вот она. Это центрально-азиатский перевод, его выполняли, насколько я мог из довольно путанного предисловия понять американские версии, но готовили его в Казахстане, причем в трех версиях. Одна вот, вот это Central Asian Russian Scriptures, это основная версия. Затем есть одна версия для Таджикистана, там имена, собственно, немножко по-другому, скажем, если в этих двух версиях Иисус Христос называется Иса Масих, то там Иса Масих, а третью они как-то очень неопределенно назвали для наиболее консервативных общин версия с Аллахом. Ну, вот как тут эта религиозная адаптация видит начало книги бытия. В синодальном переводе мы прекрасно знаем Бог, небо и землю. В основном исламском переводе Всевышний небо и землю более. А вот в третьем Аллах сотворил небо и землю. Ну, не знаю уж, насколько она на исламскую аудиторию подействовала такой интересный момент, но на христианскую аудиторию это вряд ли произойдет. Хорошая впечатление. Ну, еще один момент это вот как раз упрощение языка. Ну, вот я упоминал здесь версию Кузнецовой, там по максимуму язык пытаются даже не то, что упростить, а я бы сказал нам вульгаризовать. Ну, вот один отрывок. Это слова апостола Павла в синодальном переводе. Что скажу, то скажу не в господи, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Ну, здесь, конечно, напоминает известную чеховскую фразу «хорошо и возвышенно, только непонятно». У Кузнецовой понятно, в этой затее с хвостовством я буду говорить словно дурак. Понятно, понятно, но вот сказать, что это возвышенно, здесь, наверное, несколько будет сложно. Ну, далее, вот здесь приведены предисловия. Предисловия написаны независимо друг от друга, разными авторами, на русском, на английском, но, как вы видите, суть дела абсолютно одна и та же. Выражать современным языком, особенно мне понравилось в интернешнл вершин, это, как утверждают авторы, самая популярная сейчас англоязычная версия, хотя, допустим, авторы «Good News Bible» утверждают, что это их, но это коммерческие споры оставим. Так вот, тут, как мы видим, указано, что нужно выражать слова Господа таким образом, как бы авторы исходного текста сделали это, если бы говорили на глобальном английском языке нынешнего времени. Ну, насчет того, что бы было, если бы, оно еще в 19 веке, в начале Фридер Даниэр Шлеермахер сказал, что когда мне говорят, вот перевод, который выполнен таким языком, как его сделал бы автор, если бы писал по-нашему, то я могу сказать, а вот портрет человека, который выглядел бы так, если бы он родился от другого отца. Опять-таки, можно, подводя итог, сказать следующее. Основная стратегия всех этих версий следующая. Прагматика преобладает над референцией, поэтому, допустим, в новейших некоторых высказываниях выдвигается такой текст. В сущности, исходный текст, он для перевода абсолютно не важен, он не изводится со своего пьедестала, а важно, что читатель ожидает и что заказчик хочет. Если это выполнено, то, ну, конечно, нужно автору лояльность соблюдать, но это совершенно не одинаково. Ну и подводя коллеги итоги, вынужден был наш Александр доклад довольно бегло изложить, чтобы уложиться во время. Так вот, оно, конечно, излагать современным языком это хорошо, приближать к читателю это хорошо, но вот вместо заключения мы здесь предложили слова Валерия Яковлевича Брюсова по поводу современного языка. Вы говорите следующее, перевод, который применен по пониманию среднего читателя, то есть то, что вот в этом Global Speaking English, он устареет через 20-30 лет и устареет и язык. Чем заботливее придерживаться разговорного, тем скорее язык перевода окажется в несоответствии с разговорным языком нового времени. И переводить для современного читателя значит делать работу годную лишь на короткое время. Ну, тем более, когда речь идет о таком тексте, как Священное Писание, наверное, эти соображения имело бы смысл принять во внимание. Большое спасибо за внимание, коллеги. Я надеюсь, я не очень со временем затянул. Все хорошо. Спасибо, Георгий Тимуразович, за интересный доклад. Пожалуйста, коллеги. Я не смогла присутствовать, но я постараюсь за двоих, если вопросы будут. Ну, вроде бы пока не видно. Так, пока вопросы, да, пока, видимо, да, 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 спасибо вам огромное за очень-очень интересный доклад. У меня просто возник вопрос, я тут недавно прочитала очень такую интересную книгу, которая как раз называется Retelling Stories for a Mean Culture. то есть там это авторы Джона Стивенса и Робина Маккалома как раз. И они вот изучают тоже тексты разные в сравнении, как меняются какие-то известные такие эпосы, в том числе они смотрят на библейские рассказы, короля Артура истории и вот Робин Гуда, и как вот разные авторы смотрят, и они там выделяют несколько типов вот как раз изменений этой истории, в том числе стилизации. В принципе, вот как раз то, о чём вы говорили. У меня в связи с этим вопрос, знаете, как вы возникли? В принципе, насколько я поняла, правильно ли я поняла, подтвердите, что сейчас основная ориентация идёт именно на стилизацию в плане не архаизации текста, то есть а в плане того, чтобы сделать его более доступным читателю в плане языка это основная. И не только в плане языка, но вот как мы с этим Гешлехт Фраги видим и в плане того, что там называют политкорректности. Мне просто возник такой интересный тоже вопрос, а самих переводчиков они никак не комментируют, что как бы иногда текст Библии он вовсе как бы так скажем противостоит и противоречит вот этим феминизациям. Вы знаете, в своё время вот ещё Юджин Найдов в 60-е годы говорил, что нужно чем руководствоваться? Нужно руководствоваться тем, как воспринимали этот текст первичные читатели и стараться вызвать ту же реакцию у нынешней аудитории. Ну, во-первых, как они воспринимали 20 с лишним тысячи лет назад, оно сказать сложно, а во-вторых, тут, конечно, очень большой простой субъективизм открывается. Сами переводчики считают, что главное это А, соответствовать тому, чего ждёт читатель, чтобы ему сделали легко, и Б, чтобы, ну, заказчик, то есть тот, кто оплачивает эту работу, был бы доволен. Отсюда и всё остальное. А скажите, а вот бывают ли такие версии Библии, которые вы изучали, такие, которые, допустим, не совсем Библия, а как пересказ, например, я вот слышала, что есть вариант от женского лица, то есть, допустим, женские персонажи. Есть так называемые феминистические Библии. Между прочим, традиция у них тоже достаточно древняя. Первый такой опыт Элизабет Стэнтон в конце 19 века проводила. А потом ещё феминистическая теология проводилась, и там уже не отче наш, а либо отец и мать нашей на небе, либо что-то подобное. Но этого я здесь почему не трогал? Потому что здесь я всё-таки рассматривал то, где авторы, ну, мы с Аней Александровой рассматривали то, где авторы как-то ещё пытаются связь с текстом сохранить. А понятно, что патриархальный текст переводится в феминистическом духе, это, по-моему, издеваться над текстом. Всё, хорошо, спасибо. Переводу, по-моему, отношения не имеет. Да, хорошо, спасибо вам большое. Большое спасибо, Георгий Тимуразович. Я тогда останавливаю демонстрацию. Да, я думаю, что демонстрацию можно остановить, и я думаю, что мы можем перейти к следующему докладчику. Екатерина Владимировна будет, наверное, докладывать. Мы немножечко переходим в другую область, в область художественного, наверное, перевода, потому что следующий доклад будет посвящён контексту диалога британско-американской культур. И вот роман, который будет представлен, вы его видите на экране. Далее я хочу сказать, что следующим выступающим будет Евгения Сергеевна, так что, пожалуйста, можно готовиться. Предоставляю слово Екатерине Владимировне. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня слышно, да, звук есть? Да, прекрасно. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые участники конференции. Сразу уточню, что данное исследование было выполнено вместе с моей магистранткой Ольгой Олеговной Рогалёвой, и сегодня я представляю результаты нашей работы. Итак, настоящий доклад посвящён рассмотрению перевода художественных текстов с позиции социолингвистики и межкультурной коммуникации. Существование национальных вариантов в рамках плюрицентричного языка и осуществление переводчиками культурно-прагматической адаптации текста при его переводе с одного варианта языка на другой позволяет говорить об актуальности межвариантного или внутриязыкового перевода. Английский термин «Интер-вариэтал-транслейшн». Данное явление рассматривается нами на примере перевода семи романов Роулинг «Гарри Поттер» с британского варианта английского языка на американский вариант. Данный перевод был осуществлён редакторами американского издательства «Сколастик Пресс», подготовившего романы к печати в США. И приведём несколько примеров, чтобы было понятно, что подразумевается под межвариантным переводом. Ну вот, на экране приведены некоторые примеры. Предположим, «Wellington Boots» выражение, имеющее отсылку к британской культуре, было заменено в американской версии романов на «Rubber Boots». «Tee» в значении не только напиток, но и приём пищи было заменено на «Meal». «Jelly» было заменено на «Jello». Причём, как мы видим, данный термин, данная лексема капитализируется и уже начинает обозначать именно коммерческий термин. «Trainers» на «Sneakers», «Sweet Shop» было заменено на «Candy Shop», и «Cinema» было заменено на «Movies». И если посмотреть на обложки романов и сравнить британскую и американскую версию первого романа, то можно заметить, что даже заголовок был заменён вместо слова «Philosophers» «Stone», в американской версии мы имеем колдовской камень «Saucerous Stone». И вот всего при анализе нами было выявлено 300 вот таких вот соответствий межвариантных. Следует уточнить, что данный процесс и, в общем-то, эти замены мы называем, конечно же, переводом условно, поскольку в традиционном понимании перевод представляет собой преобразование текста на одном языке в эквивалентный ему текст на другом языке, процесс, при котором создаётся вторичный метатекст. С одной стороны, адаптация текста для другого варианта языка действительно является актом межкультурной коммуникации, но всё же в полной мере, конечно же, переводом вряд ли может называться, поскольку в результате не создаётся вторичный метатекст. При этом отметим, что отличительной чертой такого перевода является его мета-языковая составляющая, то есть в процессе чтения исходного текста, в нашем случае британских романов, переводчик определяет, какие лексемы будут чужеродны или непонятны рецепиенту, читателю, и заменяет их на общеупотребительные или принадлежащие тому варианту языка, на котором производится перевод. И вот в нашей работе мы приняли решение называть такой перевод межвариантным или языковым. Кратко обозначен прецедент в истории переводоведения. Действительно, если посмотреть на историю переводоведения, то можно увидеть, что переводы Гарри Поттера на американский вариант это, в общем, не первые переводы в истории. Одним из примеров может служить адаптация художественного текста Мартина Челлзлита Диккенса, когда некоторые, значит, эта версия была лишена некоторых отрывков, содержащих нелестные комментарии автора об американцах. Также мы можем увидеть, что часто подвергаются подобные адаптации книги для детей, и этот факт даже стал толчком к исследованию, проведенному в 96-м году Джейн Whitehead. Вот имя исследовательницы и отсылка к ее работе приведены на слайде. Она говорит о том, что действительно изменения очень обширны в детской литературе, они включают и заголовки, и место действия, и имена героев, и некоторые культурные аллюзии, и даже орфографию, пунктуацию, и некоторые устойчивые выражения. Теперь обратимся к причинам адаптации, почему же редакторы посчитали возможным внести эти изменения, и сразу же оговоримся, что эти причины будут именно лексическими, хотя нами были выявлены и грамматические трансформации, но вот в данной работе мы остановимся именно на лексических изменениях. Итак, первой причиной является существование ложных друзей переводчика на уровне британского и американского вариантов языка. на слайде приведены примеры, вот предположим, слово джамба, которое в британском варианте имеет значение свитер, а в американском сарафан было заменено на слово sweater, или chips, опять же, два значения в разных вариантах было заменено на fries, и слово pants, которое опять же имеет разные значения в британском и вариантом было заменено на общая английская underpants. Второй возможной причиной является яркая национально-территориальная маркированность лексической единицы. При этом такая единица может быть заменена как на американскую, так и на общая английскую. Ну и в-третьих, это отсылка условов к той или иной реалии британской культуры. Опять же, пример приведен на слайде, вот предположим, Father Christmas в оригинальной версии романа был заменен на Santa Claus. И также в этой связи интересно привести пример самого американского редактора, который занимался адаптацией книг для американской аудитории и вот в интервью для журнала Замилюка Артур Левин говорит о том, что он пытался не американизировать книги, а перевести их. То есть он сам все-таки настаивает на термине translation, translate. И как он говорит, изменения были внесены, чтобы убедиться, что маленький американец, читая книгу, получит тот же литературный опыт, что и ребенок из Соединенного Королевства. Теперь обозначим влияние межвариантного перевода на восприятие текста. Каким же образом восприятие текста американским читателям может быть отличным от восприятия оригинального текста британским читателям. Здесь опять же обратимся к работе Филиппа Нелла, его научному эссе, в котором он как раз таки рассуждает о возможных последствиях таких замен, и он говорит о важности сохранения бритицизмов в американском издании тем, что книги о Гарри Поттере создали определенный образ в Великобритании конца 20-го начала 21-го века. И в результате широкой популярности серии книг этот образ распространился по миру и был воспринят миллионами читателей как верное отображение британской культуры и определенной ситуации в стране определенного периода. И ученые утверждают, что культурная значимость, приобретенная книгами Роулинг, даже увеличивает роль деталей, особенно тех, которые были, как он говорит, переведены на американский вариант. И в общем-то мы не можем не согласиться со следователем, поскольку действительно заменяя британские особенности речи американцами, редакторы во многом могут снижать реалистичность романов. И вот поэтому мы можем говорить о деформации образа страны, культуры, о потере национального колорита и более того, даже о внушении читателям мысли о том, что все культуры должны быть похожи на их собственную. Об этом в частности говорит американский журналист Питер Глик в своей статье Harry Potter Minus Minus a Certain Flavor и там он пишет, что ограждая наших детей от случаев непонимания или от лишнего обращения к словарю, мы делаем вид, что другие культуры похожи или должны быть похожи на нашу. То есть подвергая все американизации, пишет исследователь, мы объединяем наше общество, а не обогащаем его. И в этой связи Филипп Нелл говорит о том, что знание разных слов, обозначающих один и тот же объект, что и станет результатом прочтения американцам британской версии, может быть небольшим, но тем не менее важным дополнением к словарному запасу человека, которое способствует более глубокому пониманию языка. То есть осознание национальных и культурных различий расширяет знания читателя о мире. И в общем-то идея о переводе романов на другой вариант того же языка может быть даже в какой-то мере оскорбительна для носителей культуры оригинала, поскольку возникает мысль о пренебрежении их самоидентификации, мысль об игнорировании культурной и языковой самобытности нации. Отметим еще несколько возможных последствий, в частности это разрушение некоторых языковых приемов, аллюзий, паотичности, снижение комического эффекта. Ну вот опять же примеры можно увидеть на слайде. Предположим, «packet of crisps» меняется на «bag of crisps», в результате чего читатель лишается возможности почувствовать звукопись, возможно, разрушается определенный ритм фраз, например, «lumpy jumper» меняется на «lumpy sweater» в американской версии, также разрушается поэтичность фраз, например, слово «cockrow», которое в словаре сопровождается пометой «literary», то есть книжная, заменяется на слово «dorn», ну и, возможно, аллитерация, вот «scattering bushes and bollards», «telephone boxes and trees», заменяется на «scattering bushes and wastebaskets», «telephone booths and trees». Ну и, наконец, некоторые шутки, то есть снижение комического эффекта. Вот очень любопытный пример, это слово «spellotape», то есть это авторская языковая игра, которая основана на использовании слова «sellotape», и вот «бориста сказала». «Lexemus spell», которая, значит, внедряется в это слово, и в американской версии мы имеем «scotch tape», конечно же, здесь вот эта языковая игра утеряна. Или же вот слово «watch wizard», тоже интересный такой вот оказионализм в британской версии, который вовсе потерян в американской версии, в американской версии у нас слово «security man». Ну и, наконец, последний, так сказать, пример, подобного влияния это искажение речевого портрета героев. В оригинальной версии романов мы можем наблюдать множество вещей, которые свидетельствуют о диалектных различиях героев, но и эти вещи во многом утеряны в американском варианте. Вот на слайде приведен пример. Речь одного из героев книги отражает его ирландские корни. И рассказывая о своей семье, значит, вот он произносит данные слова, и мы видим здесь лексему «me». И она является средством идентификации говорящего как жителя определенной страны. Ну вот в американской версии это слово заменено на слово «mom» американское, и вот, конечно же, это приводит к стиранию вариантных различий. Ну и какие же итоги можно сделать из данного исследования. Безусловно, существование такого перевода внутриязыкового или межвариантного во многом действительно расширяет классическое определение переводческой деятельности, под которой традиционно понимается работа по переводу текстов с одного языка на другой. Но вместе с тем, если оценивать данный перевод с такой лингвокультурологической, с прагматической точки зрения, то, конечно, следует признать, что во многом такой перевод упрощает текст, искажает текст, искажает замысел автора, ведет к потере, вот как мы упомянули, комического эффекта, к потере ряда стилистических приемов заложенных авторов автором или вот как отмечает один из исследователей a certain flavor, то есть теряется определенная изюминка, заложенная автором. Ну и финальный вывод, конечно же, сравнение подобных версий интересно для исследователей, безусловно, оно носит такой практический характер, поскольку выводы, полученные в результате исследования, могут быть использованы при подготовке курсов по теоретической и практической грамматике, по лингво-страноведению, лексикологии, по теории и практике перевода, и более того, вот ранее мы отмечали мета-языковую составляющую такого перевода, поэтому, конечно, вот такие исследования могут быть использованы и при составлении словарей конкорданцев британского и американского вариантов английского языка, когда отмеченные редакторами сложности, которые могут быть вызваны использованием каких-то британских слов, могут быть применены для уточнения словарных помет, то есть для верификации каких-то вот национальных, национально-территориальных помет в словарях английского языка. И, уважаемые коллеги, благодарю за внимание, большое спасибо. Большое спасибо, Екатерина Владимировна, был очень интересный доклад, вы нас познакомили с особенностями, плюсами и минусами межвариантного перевода или внутриязыкового перевода. Есть ли какие-то вопросы, коллеги, к Екатерине Владимировне, пожалуйста? Скажите, пожалуйста, меня слышно? Да, вас слышно? Все, пожалуйста, выключите микрофон, извините, пожалуйста. Да, Георгий Тимур. Екатерина Владимировна, вот применительно к этому межвариантному переводу то определение внутриязыкового перевода, о котором вы упоминали, вот которое у Романа Якобсона, что это перефраз на том же языке, можно применить? Или все-таки здесь нужно говорить не о внутриязыковом, а о межвариантном переводе? Вот как по-другому. Да, большое спасибо. Якобсона-то имеется в виду, что язык один просто стилистический там средство разный. Да, большое спасибо за вопрос. Ну вот действительно, здесь до сих пор нет, так сказать, устойчивого термина для данного варианта, для данного типа перевода. Но вот в нашем исследовании эти термины мы используем как термины синонимичные, то есть межвариантный перевод и внутриязыковой перевод мы используем как взаимозаменяемые термины, то есть мы не проводим границы. Я почему этот вопрос задал, потому что несколько раз мне попадались переведенные на немецкие книги, на которых было написано Aus dem Americanischen, то есть перевод с американского, а не с английского. Спасибо большое, очень интересный доклад на очень актуальную тему. Спасибо. Будут ли еще вопросы, коллеги? Да, пожалуйста. Я бы тоже хотела задать вопрос, как сама автор комментирует такие варианты перевода, как сама Роулинг относится к такой адаптации своей книги? Да, большое спасибо за вопрос, это действительно очень любопытно, поскольку автор сама является свидетелем этих происходящих изменений. Нам встречались несколько интервью и несколько отсылок в статьях к реакции самой Роулинг. В частности, по поводу названия. Здесь нам встречалась информация о том, что сама Роулинг неохотно согласилась с предложением редакторов изменить заголовок романа, о чем позже сожалела. И вот также где-то встречалась информация о том, что в поздних вариантах Роулинг запретила подобные изменения лингвокультурного характера, видимо, вот вследствие того, что во многом они разрушают авторский замысел. То есть всякие изменения, они вот для первых книг характерны, но не для последующих. В большей степени да, для первых книг, в большей степени для вот первых книг серии. Хорошо, спасибо большое, очень интересно. Спасибо. Я думаю, что если вопросы появятся, то можно будет задать их в оставшееся время. А сейчас я предлагаю перейти к следующему докладу. К докладу Евгении Сергеевны о переводе мы переходим к новой проблеме в переводе художественного текста. Это казиональные сложные слова. После Евгении Сергеевны я попрошу Ольга Ивановна вас подготовится, потому что ваш доклад будет следующим. И предоставляю слово Евгении Сергеевне. Пожалуйста. Спасибо большое. Но в первую очередь я хотела поблагодарить предыдущего докладчика за очень такую интересную книжку. Джейн Уайтхэт я не читала, постараюсь найти. Мне показалось это очень интересным. И надеюсь, эти примеры, которые вы приводили, они у вас будут в публикации, потому что ну прям пару-тройку для лекции позвольте утащить. Спасибо большое. это всегда очень актуально, когда свежая информация, она позволяет нам модифицировать наш материал, в том числе семинарские, лекционы, сделать его более живым, интересным. Что называется? Up to date. Значит, сегодня видно ли мою презентацию? Да, видно. Хорошо. Спасибо. Сегодня я бы хотела поговорить о проблеме перевода оказионализмов, но очень специфических. Это сложные слова синтаксического типа в художественном тексте. В принципе, мы понимаем, что разнообразные сложности, с которыми сталкивается переводчик, они многочисленны, там и лаконы, и культурные коннотации, именно собственные, радиологизм и так далее. И они часто выступают в качестве объекта исследования, в том числе в силу того, что изменяются тенденции как в процессе создания литературного произведения, так и в процессе перевода этих произведений на другой язык. Одной из таких проблем является как раз вот тоже отсылка к Гарри Поттеру. Простите, так случайно вышло. Одной из проблем являются сложные слова синтаксического типа, лексикализованное сочетание. Ну, естественным образом, поскольку данный словообразовательный тип появился в языке не вчера, они прочно в принципе входят, некоторые из них в словарный состав, и те, которые входят, в принципе, не представляют сложности для перекодировки, например, mother to be, a woman who is pregnant, в качестве эквивалентов можно предложить беременная, женщина в положении, феминизм, будущая мать и так далее. Но когда данный тип представляется в качестве авторского неологизма, возникает как раз проблема межъязыковой передачи. В качестве материала фигурирует современный роман, это Маккензи, Cutting Hat, Слиппер, и перевод с новицы недавний, 17-19 год, соответственно, свежий, свежий материал. Помимо временной актуальности выбор обусловлен идеастилем автора текста оригинала именно наличием сложных слов синтаксического типа, в частности оказионализма. То есть там не только оказионализм сложный такой тип, но и оказионализмов достаточно много. Ну, про методы я позволю не опустить этот момент. Еще раз повторю, что с нововложения в английском языке продуктивный тип, синтаксический тип, в том числе в виде оказиональных образований в последнее время встречается все чаще, особенно в публицистике, в художественном тексте. Мы проанализировали, взятые из этого текста 37 сложных слов именно оказиональных такого типа. И, соответственно, в целом можно сказать, что наличие подобных лексем обусловлено в первую очередь авторским идеастилем и разговорным стилем изложения. Функционально они чаще используются с целью создания объемного, по смыслу, но формально сжатого текста. При этом отметим, что по тексту эти слова распределялись очень неравномерно. Как вы видите, наблюдались скопления. В пяти предложениях, например, присутствовали по две единицы следуемого типа, в одном три единицы. Несмотря на то, что все остальные оказионализмы были распределены по одной единице на предложение скопления, все равно образовывались за счет того, во-первых, что предложения стояли рядом, либо за счет наличия рядом сложных слов синтаксического типа, которые не являются оказионализмом. Но в любом случае такие скопления были. Скажем так, это достаточно яркий пример, вы видите на один абзац, как много такого типа слов. Анализируя позицию подобных слов в тексте оригинала, скажем, что большая часть, как и предполагается, занимает атрибутивную позицию. Здесь стоит вспомнить мнение Аракина относительно сложности систематизации моделей сложных слов подобного типа. и даже количество компонентов, как вы видите, в составе подобных слов на нашем материале варьировалось от 8 до 2 компонентов в алексеи. Вот посмотрите. Пожалуйста, я очень извиняюсь за прерывание доклада. Коллеги, выключите, пожалуйста, все микрофоны, потому что есть какой-то звук, фоновый звук, который мешает восприятию доклада. Спасибо. Вот на слайде представлен самый длинный, самая длинная алексема, скажем так, по компонентам. Таких было вот две в тексте. Самая частотная оказалась трехкомпонентная, а не двухкомпонентная, как согласно типологической модели. Отсутствие возможности формальной систематизации естественным образом обуславливает сложность систематизации способов межзюковой передачи. С одной стороны, кажется, что наличие такого яркого компонента, яркого стилистического средства, диктует переводчику необходимость передачи не только с точки зрения содержания, но и с точки зрения формы. Никто, кстати, не исключает подобную возможность. Но, с другой стороны, данный словообразовательный тип в русском языке не является продуктивным, типологически он даже не выделяется. И высокая частотность таких слов в русском тексте, даже в диагнозиональных образований, на наш взгляд, сомнительна, поскольку утяжеляет текст. При этом выбор стратегии при переводе, то есть сохраняет самоказинализм или нет, сне всякого сомнения, обуславливает целый ряд факторов, ну, например, рода жанровая специфика текста, языковая симметрия, передаваемый смысл, функциональность самих компонентов и авторский диастит. Среди способов перевода подобных, вообще казинализм, часто выделяют кальку, описательный перевод, транскрипция, транслитерация фигурируют, и на первый взгляд, в таком случае, кажется, что актуально калькирование. Однако калька встречается в нашем случае в семи случаях, в четырех из них частичная калька, примеры представлены, хотя даже в данном случае, на наш взгляд, более корректно использовать термин множественная трансформация, поскольку наблюдается не только частичное калькирование, наблюдается не только частичное калькирование с дополнительными приемами опущения, добавления, ну, и, например, изменение синтаксической роли и функционное оформление. Отметим, что полноценное калькирование встречается очень-очень редко. Иногда подходит для таких целей естественным образом самописательный перевод. Вот пример представлен на слайде. В принципе, на нашем материале была представлена и модуляция, и функциональный эквивалент, даже опущение в некоторых случаях. Но, рассматривая проблему в терминах именно трансформации, сейчас следующий слайд, следует отметить, что в большинстве случаев все-таки получившийся результат описывается, как это часто бывает в ситуации художественного текста, множественными трансформациями. В примере, вот представленном на слайде, можно усмотреть и грамматические замены, и описательный перевод, и конкретизацию, можно усмотреть по-разному. В случае обучения или сложной переводческой задачи можно, конечно, попробовать, опять же, воспользоваться подбором с использованием разных трансформаций, но без широкого контекста полученные варианты, скорее всего, не впишутся в текст, не найдут своего места, и для систематизации, соответственно, терминов, трансформации, оказывается, недостаточно. В принципе, на наш взгляд, выходом, особенно в ситуации очень сложных случаев, когда создание именно казинализма не является приоритетным благодаря языковой симметрии, может стать использование некоторых таких актуализирующих, опять же, схем в качестве поддержки. Вот следующий пример мы сейчас рассмотрим. Посмотрите здесь, да, I energy beneath my head held high, meet their eyes persona. Ну вот, примерно, понятно, да, у нас тут небольшое скопление из двух единиц, и естественным образом оно бы очень сильно утяжелило этот текст, если бы мы использовали, например, калькирование. Вот предлагается примерно вот следующий вариант, так можно развернуть вот слева на первом этапе значение самих сложных слов, исходя из значения компонентов. Мы дополняем это контекстом на втором этапе, а потом применяем факторы, которые влияют на межъязыковую передачу в конкретном случае. В принципе, такое представление позволяет перегруппировать единицы и проще проходить процесс диверболизации. В результате вот мы можем получить такой перевод. Естественным образом мы уже отходим в создании непосредственного казеновизма, но мы полностью передаем смысл. Евгения Сергеевна, у вас осталось две минуты. Да-да-да, я уже полностью к выводам. Вот примерно такой перевод может получиться как вариант. И в качестве выводов заметим, что типологическое соответствие, сложное существительное в английском и атрибутивное сочетание в русском при художественном переводе не является приоритетным, особенно в ситуациях скопления. Для создания необходимой вариативности с целью последующего выбора можно порекомендовать разнообразные трансформации, в том числе полукальпу, описание, модуляцию и так далее. А в сложном случае развернуть смысл системе когнитивных схем и свернуть его с учетом авторского диастиля, рода жанровых особенностей текста, контекста, норм и правил русского языка. Ну, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я надеюсь, кстати, что я уложилась во время. Да, очень хорошо. Евгения Сергеевна, у вас все получилось очень четко. Все нормально. Спасибо. Если есть вопросы какие-то, я готова на них ответить. Евгения Сергеевна, у меня есть один вопрос. Да, конечно. Я рада вас. Здравствуйте. Вопрос такой, он не совсем переводческий, а такой общий языковой. Вы не могли бы попробовать объяснить, а почему, собственно, сейчас вот такие длинные казинализмы, устроенные по принципу примыкания, если говорить, приложения, простите, если говорить, почему они стали так популярны. Это, в общем-то, уже не казинализм как таковой, но в частном случае, а все-таки уже модель языковая. Почему? В английском, да, в английском. Почему потребовалось так? В английском это абсолютно языковая модель уже, да, ну, она и была, но просто сейчас частотность прям проявляется явно, практически в каждом тексте мы встречаем это. Мне кажется, что здесь такие опять же, у нас увеличивается количество информации за единицу времени, но это мой субъективный взгляд, только, Иван, это не исследование, простите, вот, да, это вот увеличивается. у нас, мы все чаще, я не могу сказать, что мы там все владеем скорочтением, нет, но мы выхватываем единицы информации, да, из текста, и сразу рождается образ, то есть мы на самом деле эти слова не разворачиваем по факту половины, ну, разворачиваем, но не вербализируем прям конкретно, то есть когда видим, и, но это для английского текста, в русском тексте они тоже стали появляться, но поскольку, но они не так, ну, там про продуктивность речь вообще не идет, в силу, опять же, все убыстряющиеся жизни наши, я так подозреваю, и в данном конкретном случае там еще автор был редактором комиксов в свое время, и мне кажется, что это тоже повлияло, потому что сжатость текста именно жанровая, да, вот комикса, но она в принципе повлияла на ее подачу идеостилистическую, и в том числе, наверное, на вот эти скопления вот этих слов, потому что как скопление, они не очень продуктивны вообще в литературе. Я ответила на ваши вопросы? Да, конечно, очень спасибо. Спасибо, коллеги. Будут ли еще вопросы? Если пока не возникает вопросов, то я думаю, что мы перейдем, наверное, к следующему докладу, как раз Ольга Ивановна будет, наверное, в чем-то, может быть, говорить о некоторых вещах, которые могут перекликаться с предыдущим докладом, и мы поговорим об особенностях адаптивного перевода фельмонимов, теперь уже, правда, с русского языка на английский. Далее я прошу подготовиться Ольгу Юрьевну, потому что ее доклад будет следующим, и Ольга Ивановна, прошу вам, даю вам слово, так, вот эту презентацию. ну, берите, пожалуйста, моя не пускается. Уважаемые коллеги, так, нет, не очень получается, ну, ладно, как есть. Я, видимо, несколько выбьюсь из этого общего контекста, который сейчас нам предлагался, но вместе с тем, поскольку мы находимся в рамках перевода периода видения, то, естественно, как только что было сказано, моя тема будет перекликаться со всем тем, что мы уже сегодня услышали. Сразу хочу сказать, что то, о чем я хочу вам предложить, это такая достаточно необычная для современного практики перевода тема, потому что как вы видите, она посвящена аудиовизуальному переводу, то есть переводу фильмонимов, но переводу именно с русского языка на английский. Хочу сказать, что аудиовизуальному переводу в целом посвящено довольно мало работ, а работ с русского на английский практически нет. Если что-то нас интересует, то обычно перевод с иностранного языка на русский. Так вот, мы с вами хорошо знаем, что сейчас линейные тексты встречаются все реже и реже, и лингвистика занимается гибридными текстами, гибридными, поликодами, мультимодальными и так далее. И одним из таких объектов можно считать кинотекст, сочетающий визуальные, аудиальные, вербальные и другие коды. И я привожу известную цитату Слышкина, который считает, с которой я согласна, что кинотекст это связанное, цельное, завершенное сообщение, выраженное при помощи вербальных и невербальных знаков, организованное в соответствии с замыслом коллективно-функционально дифференцированного автора при помощи кинематографических кодов, зафиксированного материально-носителя и предназначенного для восприятия на экране. Кинотекст изучается средствами лингвосемиотики, психо- и социолингвистики, лингвистик текста и так далее. Но одной из особенностей существования кинотекста является то, что кинофильм требует локализации, чтобы фильмы могли увидеть зрители разных стран мира. Ну а локализация с необходимостью предполагает адаптивный перевод в концепте Южина Найби. В данном случае это перевод аудиовизуальный и поскольку все имеет свою номинацию и номинация играет значительную роль в нашей жизни это перевод фильмоним. Должна сказать, что методы аудиовизуального перевода так и его анализа используются также междисциплинарные и в результате работы могут выявляться до определенного момента неизвестные или не применявшиеся до сих пор в теории практики перевода способы перевода такие как например спойлер. могу сказать что для данного исследования была сделана выборка случайная выборка фильмонимов российского анимационного сериала Смешарики так называемого классического 2D периода 2004-2009 года их перевод на два варианта английского языка так называемый европейский английский и американский варианты что собственно тоже позволит нам посмотреть как реализуются эти переводы то что мы видели на Гарри Поттере то что нам сегодня предлагали уже так вот выбор такой из-за кого материал объясняется рядом причин во-первых общепризнано что данный анимационный сериал существенно выделяется среди современных как российских так и зарубежных мультсериалов в первую очередь тем своей концепцией это мир без насилия во-вторых философией содержательными сюжетами иронией юмором и обширными интертекстуальными отсылками которые нам сегодня потребуются для исследования он интересен не только детям но и взрослым а значительная часть интертекста как раз на взрослых и ориентированном ну как видите сериал идет в 60 странах мира переведем многократно и переводы осуществлялись американскими переводчиками и британскими переводчиками а потом уже русскими переводчиками компании Рикки Групп на английский британский европейский английский язык как я уже сказала этот сериал наполнен интертекстом и интертекст встречается и кельмониах что представляет определенную сложность при их переводе и особенности анимационного кинотекста представлены на экране я не буду чтобы ваше время занимать его перечислять так вот особое внимание наше привлекло сложность перевода интертекста именно фильмонима причем в фильмонимах в номинациях интертекст встречается как в русском варианте так и уже в варианте перевода вот одним из примеров является знаменитый и хорошо известный в России фильм основной инстинкт вышедший уже достаточно давно и серия одна из серий того же базового периода который мы анализировали так и называлась основной инстинкт но переводчики ни американские ни британские не рискнули перевести его таким образом то есть сохранив интертекст переведя двумя другими вариантами как Материал Инстинкт и Бойз и Гиллс объясняется тем что закрепленное уже в обществе прямое ассоциативное восприятие сочетания основного инстинкта с определенным сюжетом и даже определенными героями и актерами было по всей видимости в американской культуре неприемлемо по результатам ограниченной временной выборки из двух слов серии был получен набор фильмонимов в которых присутствует это самое явление спойлера то есть в названии раскрывается основная интрига сюжета мы хорошо знаем что слово спойлер заимствовано из английского языка как термин в период лединге не использовалось само это слово от английского портить имеет несколько применений в русском языке как сугубо технический термин детали автомобиля например и как термин киновидения где он известен достаточно хорошо известно что этот термин появился в 71 году прошлого века в юридическом журнале National Lampoon в соответствии статье которая так и называлась спойлер где автор использовал его с целью раскрыть сюжетные повороты в ряде книг и фильмов в нулевом годах это слово превратилось в термин киноведения активно использующийся и даже там глагол есть спойлерить в русском варианте и оно стало обозначать сообщение о развитии событий сюжета кинотекста вошло вопихот кинокритиков ретензентов как термин с отрицательной коннотацией для изучения этого явления проводилось исследование наиболее объемное провел стриминговый сервис Netflix уже достаточно давно в 2014 году с целью выявления отношения зрителей к спойлерам вообще и отношение как я его повторю было в общем-то отрицательным по результатам анализа фильмонимов сказавшихся в нашей выборке выяснилось что спойлер характерен именно для американского рынка Ольга Ивановна извините у вас осталось две минуты да я уже быстро подхожу к завершению на предлагаемых слайдах я показываю те варианты перевода которые можно воспринимать как спойлеры как спойлеры раскрывающие именно повторю даже не сюжетную линию телефон коллеги микрофон пожалуйста выключите Настя у вас микрофон пожалуйста выключите его а добавляющую дополнительный интертекст который приемлем для американского пользователя таким образом мы можем сказать что есть несколько вариантов адаптивного перевода фильмоним для американского рынка где используется это явление спойлера вот вы видите на слайде что первый вариант адаптивного перевода это именно спойлер в фенопедическом понимании где идет тактика раскрытия содержания серии второй вариант это простите второй вариант это использование знакомых онимов в качестве онимов могут выступать как фильмонимы уже известные так и например название игры вот как например ролландол право на одиночество и следующий третий вариант это текстуальная языковая игра с использованием во-первых цитат примеры можете посмотреть и когда можно даже использовать даже например цитаты Шекспира а также вариант при помощи перевода идиом и паримий вот край земли как Flat Chance где соответственно идет игра слов призначный шанс а другой спойлер в серии в которой говорится что по представлению одного из персонажей это земля плоская то есть двойная языковая игра и какой можно сделать вывод что при локализации видеозербальной продукции стратегия вот такого адаптивного перевода является единственной возможной но опять-таки как говорил Георгий все определяет прагматика определяет заказчик и допустим для американского рынка как я хочу подтвердить спойлер является фактически новой переводческой тактикой потому что по всей видимости для того потребителя необходимо знать что собственно происходит стоит осмотреть или нет и стоит знать это заранее но опять-таки повторю что вводимые понятия спойлер как один из уже зафиксированных способов аудиовизуального перевода отражает реальное положение дел и получается что зрителю проще воспринимать фильмонимы где используется интертекст знакомый повторю интертекст им и с учетом значительного количества фильмонимы спойлеров выборки аудитории предпочтительнее знать о предполагаемом содержании данной серии и получается что при аудиовизуальном переводе все эти факторы переводчикам уже необходимо учитывать фактически воспринимая это как одну из доминирующих вставляющих процессов локализации продукции спасибо большое за внимание спасибо Ольга Ивановна будут ли какие-то вопросы к докладчику если нет то предлагаю перейти к следующему докладу в общем-то спасибо Ольге Ивановне потому что очень интересный был доклад об аудиовизуальном переводе какие-то новые грани нам вы открыли и если будут вопросы мы еще вернемся а сейчас я приглашаю Ольгу Юрьевну которая будет рассказывать о семантическом аспекте и сдвиге английской сленговой словоформы после Ольги Юрьевны я приглашаю Веронику Адольфовну подготовиться потому что ее доклад будет следующим Ольга Юрьевна вам слово спасибо большое спасибо большое добрый день еще раз всем участникам конференции сейчас секунду я хотела бы все-таки ну хорошо пусть будет так вот там у вас слайд-шоу есть вот слайд-шоу я так плохо плохо так вижу что не могу чуть повыше чуть повыше да-да-да-да-да я почему-то не нахожу левее вот там где красненькая линия у вас там анимация слайд-шоу рецензирование вот слайд-шоу на красненькой нет на красненькой ой что ж такое сейчас секунду вы хотите полный экран сделать да я хотела сделать полный экран там где главное горит вот вправо от слова главное начинайте смотреть у вас будет слайд-шоу на красной линии вот почему-то нет еще правее почему-то нет переводы у вас анимация или там что там переходы вот почему-то нет странно мы видим да вы видите да я вот вижу выключить звук больше ничего понятно ну ладно ладно я прошу прощения хотелось как лучше но теперь уже как получится так уважаемые коллеги позвольте представить вам результат анализа который был проведен наряду с рядом других экспериментов в рамках написания монографии по художественному переводу данный анализ посвящен рассмотрению механизмов изменения смысла сленговых форм в диахроническом аспекте анализу их остаточной семантики и уместности примененных переводчистых трансформаций все это было проведено на материале рассказа Джона Стейнбека о мышах и людях целью является определение остаточной семантики сленговых форм методом сопоставления с их этимологическими соответствиями в качестве исследовательской задачи была попытка рассмотреть сленговые формы применяя принцип семантического треугольника начиная с условного момента появления слова в нестандартной лексике и моментом его употребления в рассматриваемом фактическом материале исследование также включало анализ уместности использованных переводческих трансформаций для передачи анализируемого смысла наряду с другими методами был использован метод лексикографического анализа словарей сленга из которых извлекалась и интерпретировалась релевантная информация использование статистического метода позволило изучить частотность семантического сдвига сленговых форм актуальность исследования объясняется тем что социально демографические изменения в обществе являются причиной приобретения сленговыми формами новых значений что влечет неоднозначность их переводных смыслов продуктивными механизмами изменения семантики лексических единиц считаются процессы метафоризации метанимизации субъектификации грамматикализации а также когнитивные процессы аналогового мышления восприятия и интерпретации значения есть предположение что если с этих позиций можно подходить к анализу семантического сдвига отдельных слов в стандартном языке то вполне приемлемо провести такой анализ применительно к нестандартной речи сленгу при этом рассматривать не отдельно взятое слово но его социально-демографическое окружение мы согласны с утверждением что у слов нет фиксированных значений они лишь побуждают к созданию значений так как слова используются в контексте дистрибуция сленговой формы то есть дискурс социально-демографические и идеологические изменения в обществе другие сопутствующие экстралингвистические факторы добавляют анализ добавляют материала для анализа смыслового сдвига сленга ученые сегодня говорят о необходимости изучения и систематизации сленга так как устный литературный стандарт немыслим без элементов сленга как и сленг не существует без элементов устного стандарта понимание лексической и прагматической семантики сленговых единиц в различные периоды времени помогает сохранить стиль речи что актуально и для прогнозирования вероятностных вероятных переводческих ошибок ниже приводится фрагмент анализа выделенная форма Skinner я не буду зачитывать весь фрагмент в этимологическом словаре находим указание на то что слово Skinner происходит от древнескандинавского и в конце 14 века имело литературное значение кожевник с корня позже после прагматической интерпретации в социокультурной среде слово стало также иметь значение живодер поконщик мошенник обманщик и перешло в разряд сленга в словаре американского сленга находим тот кто грабит а также утверждение о том что это название данное группе бандитов совершавших грабежи лоалистов в Нью-Йорке во время революции в середине девятнадцатого века это слово значило воровка женщина нападающая на детей срывающая с них вещи которые потом продают в конце девятнадцатого века слово значило человек который отбирает деньги и в двадцатом веке слово значит уже сексуальный насильник гипотетически принимаем что в текстах упомянутых периодов времени присутствует данная сленговая форма соответствующими перечисленными смыслами ведь в словарь попадает слово смысл и значение которого сначала закрепились в обществе в устной и письменной речи применив концепцию семантического треугольника Обдена Ричардса к единице скина приходим к следующему одной из вершин треугольника является слово или означающая форма скина второй вершиной является предмет реальной действительности объект номинации или референт динатат с которым тем или иным образом соотносится лексическая единица это one who defrauds another of their money one who skins обманщик мошенник языковое сознание английского социума закрепляет данной сленговой форме признаки и свойства которые присущи данному классу предметов и дифференцируют его от других в результате возникает сигнификат отражающий общие признаки явлений и фактов данного класса в человеческом сознании то есть возникает внутреннее содержание слова в сознании социума сигнификат сигнификативные значения слова skinner представляют третью вершину треугольника это такие добавленные признаки как сильный нечестный грабящий и тому подобное то есть это ряд содержательных аспектов применимых в определенных социальных ситуациях и обусловленных культурно-историческими традициями только Юрьевна у вас осталось две минуты две минуты да совсем мало значит в русском переводе слово передано словом детина однако данного соответствия не было найдено ни в одном этимологическом словаре денотативное значение данного слова в толковом словаре рослый и сильный молодой мужчина то есть закрепленный в сознании русского человека данный референт приобретает дополнительные сопутствующие признаки такие как крупное телосложение и все-таки опять может обмануть может ограбить его нужно бояться вот еще один контекст где эта же словоформа использована в другой интерпретации здесь эта словоформа переведена в ось и выбор перевозчика можно объяснить видимо тем что в словаре сленга существует вариант перевода данной словоформы погонщик скота слова погонщик и вось имеют разный смысл под погонщиком часто подразумевают табунщика а вось это просто кучер перевозчик каких-либо материалов продовольствия и так далее можно предположить что данный семантический сдвиг произошел по причине того что раньше кожедеры часто занимались погоном скота и его развозом и данное сленговое слово в течение времени приобретало новые смыслы таким образом референт или предметная отнесенность слова скина и его сигнификат понятийная отнесенность не совпадают в результате чего значение словесного знака изменилось и он стал обозначать другой предмет и мы наблюдаем эту семантическую цепочку я опять-таки не буду ее зачитывать при этом слово перешло из литературного лексикона в нестандартный разговорный возможно появление нового смысла слова связано с тем что погонщики часто были бедными людьми не отличались честностью и могли заниматься кражей скота обманывать людей на которых работали то есть наблюдаем изменение референта и добавление новых смыслов которые возникают от первоначального смысла благодаря новым ассоциациям возникающим в культуре через метафорический перенос семантики с течением времени изменился референт а добавляемые в процессе развития языка сигнификативные значения находятся в отношениях метафоры которые возникают от восприятия сходства в данном случае человеческих качеств опять-таки концепт нечестного человека применяющего силу прослеживается во всей цепочке смысла и я дам буквально несколько выводов которым пришлось которым пришли после такого анализа прагматические ассоциации возникающие в культуре играют главную роль в семантическом сдвиге сленговая форма образуется благодаря семантическому сдвигу стандартной единицы многозначность формы возникает через метафорический или метанимический перенос значения дистрибуция сленговой формы влияет на наличие семантического сдвига он будет иметь место если добавленное прагматическое значение принято как социальный фактор данный период времени в 65% рассмотренных примеров произошел семантический сдвиг в 25% семантика изменилась не полностью имеет сходное с первоначальным смыслом значение и в 10% сленговые единицы не изменили своего значения часто используемые переводческими трансформациями были компенсация и смысловое развитие использование ряда таких экспериментов которые планируется включить монографию будут использованы в подготовке наших переводчиков благодарю вас за внимание большое спасибо Ольга Юрьевна если будут вопросы буквально 1-2 пожалуйста задавайте коллеги если нет то я предлагаю перейти к следующему докладчику я в общем-то оставлю время я считаю что в конце нашего заседания можно будет задать вопросы или сделать свои комментарии а сейчас я приглашаю Веронику Адольфовну после нее будет доклад Андрея Анатольевича и далее Альбина Витальевна Юлия Александровна и Алина Александровна как я сказала будете завершать значит Вероника Адольфовна нам будет сегодня докладывать о переводе этнотекстов я приглашаю вашу вас и вашу презентацию да то есть доступ не дадите потому что да сейчас я тогда ее запущу конечно да значит мы будем говорить о новой тенденции к этнопереводоведению пожалуйста Вероника Адольфовна вам слово да сейчас у меня такое чувство что я тоже не могу вот ну давайте опять так итак уважаемые коллеги позвольте предоставить вам мои рассуждения по поводу ну с моей точки зрения определенного направления в современном переводоведении которое можно определить как этнопереводоведение и в частности это связано с тем что я работаю в Сибирском Федеральном Университете и у нас тут достаточно большие исследования связанные с культурой коренных малочисленных народов ну с другой стороны мы понимаем что перед современными переводоведами появлялись так называемые новые старые задачи переводческой деятельности как говорила еще Поршнева в 2002 году определяя гиперфункцию как интеркультурологическую функцию чуть позже через 10 лет Горбовский говорил о том что вопрос для чего учить является центральным здесь мы уже конечно говорим о подготовке переводчиков и что они должны знать и в данном случае мы конечно мы распомышляем о том каким образом должен переводчик обращаться с культурой которая представлена в различных текстах не только в художественных например в этно текстах и вот здесь на этом слайде перечислены вопросы конечно же это в таком первом приближении именно где таится культура оригинала и что с ней делать переводчику и с одной стороны мы должны понимать какими инструментами должен обладать переводчик для того чтобы этой культурой оперировать ее декодировать и перекодировать а с другой стороны каким образом учить переводчику получить данные компетенции. Дальше я позволю процитировать Ирину Сергеевну Алексеевну о том, что переводчик должен знать и в окружающем мире больше, чем любой другой профессионал. Говоря о известной специалисте в области синхронной переводе Даница Сильской, она говорила о том, что переводчик должен быть такой же, как у оратора, уровень интеллектуального развития, а не просто профессиональных знаний, то также является важным. Поэтому мы должны говорить о том, что у переводчика должны быть не только определенные компетенции, общекультурные компетенции, профессиональные компетенции, но у него должен быть большой культурный багаж переводчика, и у него должна быть сформирована своя и чужая культурная память, которая позволит ему эффективно осуществлять переводческую деятельность. Говоря о культурной памяти, это понятие сейчас достаточно интенсивно связывается с переводовической деятельностью. На слайде, например, представлено определение культурной памяти Яна Османа, который, конечно, является знаменитым немецким египтологом, но его определение является достаточно важным, что это внешнее измерение человеческой памяти, это групповая память с другой стороны, символическая форма передачи и актуализации культурных смыслов, способное пониманию во всем многообразии. Вероника Адольфовна, мы вас потеряли, что-то произошло. Настя, вы здесь? Да, я здесь. Что случилось? Пожалуйста, коллеги, мы были на связи, извините, пожалуйста, и Вероника Адольфовна сообщила, что у нее не очень хорошая связь, в принципе. Понятно. Поэтому возможны такие задержки. Хорошо, спасибо. Мы ждем спокойно. Спасибо большое. Да, все, спасибо большое. Просто выбила, видимо. Так бывает. Сейчас выбила. Да, именно. Спасибо. 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 Как у нее там дела? Анастя, будьте добры, свяжитесь, пожалуйста, по ватсапу. Я написала. Ждем. Я не знаю, что это было, но я сейчас опять подсоединю. Да, что мне делать, продолжать? Да, 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 конечно, вас слушаем внимательно. Так, сейчас, минуточку, тогда сейчас я продолжу. Показать презентацию. Так, вам презентация видна или нет? Пока нет. Ага, грузится, Вероника Адольфин, грузится. Должна появиться, извините. Все, есть, есть. Итак, культурная память способствует пониманию мира во всем его многообразии. И, конечно же, в данном случае мы должны понимать, каким образом сформировать культурную память у переводчика. Ну, здесь еще одно определение, несколько определений культурной памяти, в частности, Хальбакса, Варбурга, ну и известное определение над индивидуальным механизмом хранения памяти, которое предложил Лотман. Поэтому, каким образом, какие методологии существуют работы с культурной памятью, в частности, опять на этом слайде перечислена археология знаний. Здесь, может быть, примена после помещения Фуко, археология литературной коммуникации, археология текста и так далее. И теперь я уже непосредственно перехожу к тому материалу, о котором я немножко поразмышляю. На карте представлена Енисейская Сибирь, которая является многоязычным и поликультурным регионом России. На территории Красноярского края проживает более 120 этносов и достаточно большое количество коренных малочисленных народов. Вот как бы для нас с их изучения культуры все и началось. И, в частности, в Сибирском федеральном университете реализуется проект о сохранении венкийского языка. Венки, они же тунгусы. И, в частности, стоит вопрос о том, как сохранить язык, сохранить их самобытный фольклор. И как сохранить литературу, которая существует и создается новая. Ну, на слайде здесь представлены определенные характеристики детской литературы на языках коренных малочисленных народов. И что здесь очень важно, что рост культурного или этнокультурного самосознания как раз и способствует развитию детской литературы на языках данного региона. Здесь представлены различные, опять же, подходы к изучению детской литературы и к ее специфике, которые выполняет одну из важнейших функций. Это функция этнокультурной самоидентификации и вызывает, например, у ребенка позитивное переживание. Определенной важной частью детской литературы, конечно же, является сказка, как традиционная форма кодирования культурной информации и памяти, через которую прослеживается генетическая связь между ссылкой и мифом. И, конечно же, в сказке представлено мифологическое мышление, которое объединяет человека прошлого, настоящего и будущего. И вот как раз и венки, тунгусы, коренной малочисленный народ России. На этой карте представлено, вы видите, население. Вот как раз большое такое оранжевое пятно в середине карты. Это расселение венков на территории Красноярского края. И я, как уже говорила, проектная деятельность нашего университета. Вот здесь на складе представлена монография, которая называется «Новый проект для возрождения венкийского языка». И, скажем, не будучи культурологом, но будучи переводоведом, я в этом проекте начала работать. И, в частности, мы рассматривали существующую детскую венкийскую литературу, которой не так уж много. Но здесь представлены некоторые издания, которые известны, исследователи которой занимаются. И, во-первых, мы определили определенные различные параметры венкийской сказки, где представлено единство природного и человеческого начала, особенности венкийской сказки, доступности венкийской сказке для восприятия. И представлены вот были те публикации и переводы. Их не так много, поэтому они здесь помещаются на одном слайде, который этому вопросу посвящен. Это обложки техник, которые представлены венкийские сказки, в переводах. Прежде всего, на переводе, конечно же, на русский язык. Но вот так темно-розовая обложка – это параллельные тексты, не только русский, но и английский язык. И вот проектная деятельность предполагает как раз создание не только возрождения, но и создание детской литературы. Это те работы, которые были нами написаны и публикованы. И все это позволило нам прийти к мнению о том, что здесь было бы интересно поговорить уже не только о детской литературе на венкийском языке и вторичные тексты переводов, но и здесь необходимо определить, что же такое этно-текст, который отражает как раз этно-культуру и этно-национальное создание. Вслед за этим идет понятие этно-литературы, как вы видите на слайде. Ну, конечно, с этим связаны далее понятия этно-перевода, когда мы с этими текстами начинаем работать. И на основе этого, это, естественно, гипотетически представлено, мы можем говорить о каком-то определенном новом разделе, которое условно пока обозначено как этно-переводовение. Этно-переводовение достаточно хорошо вписывается в перечень вот этих этно-дисциплин. Это далеко не все, этнография, этнология, этнолингвистика. И я считаю, что этно-переводовение достаточно хорошо бы туда вошло. Этно-переводовение как термин появилось сравнительно недавно. Здесь представлены определенные выдержки из работы словаря румынской исследовательницы Георгины Лунге, которая именно не только дала определение, что такое этно-переводовение, хотя ей не принадлежит, скажем, пальма первенства, но она это принесла в свой словарь. И вот вы видите, здесь используются термины, которые могут быть найдены и в русском языке, и во французском, и в испанском, и в английском, что представляется достаточно интересным. Вот она говорит о том, что такое этно-перевод. Это тип перевода, который изучается, этно-переводовение, одно через одно, то, что необходимо определить, им и определено. Но очень важно, что этно-переводовение, то, что используют определенные результаты в области этнографии, применяют их в процессе перевода и в подготовке переводчиков, что для нас является очень важным. Это те работы, на которых румынский следовательница опиралась. Это работа Бермана 84-го года и работы также румына 95-99-го года Штефаника, которые достаточно подробно рассматривали данные категории и также предполагали возможность создания определенного раздела переводовидения. Но справедливости ради, надо сказать, что достаточно большое внимание в Казахстане уделяется на вопрос. Вот, например, была подана заявка Саркисиевой, как раз о создании этно-переводовения, к сожалению, не была поддержана. И достаточно много говорил об этом Кополенко в своих работах русский переводный текст как объект именно этнолингвистики. То есть от этнолингвистики он шел к этно-переводовидению. Таким образом, мы можем предположить, что этно-переводовидение может в будущем стать отдельной интегративной областью гуманитарного знания, объектом которой является культурная информация и память, которая представлена в этно-текстах. Конечно же, оно может быть основано на переводовидениях, общей теории перевода, а также на этнодисциплинах, таких как этнология, этнография, этнометодология, этнолингвистика, этно-психология и так далее. Но что самое важное, с нашей точки зрения, что это должно быть включено в подготовку переводчиков и, в частности, в подготовку переводчиков в регионах, в университетах, которые находятся в регионах. Потому что, например, описать на английском языке устройство британского парламента достаточно просто, а вот описать, например, сибирскую природу или жизнь в тундре достаточно сложнее, с чем, например, сталкиваются многие ученые, исследователи и, например, гидопереводчики. Поэтому, конечно же, это чисто такая прескриптивная вещь, но в данном случае мы решили об этом говорить и продолжать работать в этом направлении. Благодарю за внимание. Извините за технические проблемы. Спасибо, Вероника Адольфовна. Будут ли какие-то вопросы к докладчику? Да, скажите, пожалуйста, можно ли задать вопрос? Вероника Адольфовна, скажите, пожалуйста, а кто мог бы стать таким этнопереводчиком? Ну, это обязательно билингв, трилингв, не знаю, вот такой простой, наверное, вопрос. Ну, с одной стороны, вы прекрасно понимаетесь, и мы вот, например, на материале даже ивенкийского языка. Ивенки, они являются билинговыми или трилинговыми, да, у них два или три языка, они говорят на русском, иногда они говорят, например, и на кецком языке, или наоборот. Но их, во-первых, очень мало, и где-то найти венка, привезти специально вот его готовить, это было бы сложно. Поэтому, но, с другой стороны, в программу университет должно быть включено региональный компонент языки народов, ну, в частности, народов Сибири и Севера, и, в частности, в Сибирском федеральном университете у нас сейчас, вот уже почти год открыт институт Арктики, прежде всего, на основе кафедры культурологии. И вот надеемся, что мы будем готовить специалистов, конечно же, если это будут представители коренных малочисленных народов, мы будем только счастливы, но, я думаю, представители других этносов, также, я думаю, будут и неизвестны, очень неизвестно достаточно большое количество немцев, которые занимаются, в частности, юкагирским языком, или тем самыми венками, занимаются японцы очень плотно. Поэтому, я думаю, что это не только по национальной принадлежности, но, конечно же, и по интересу. Самое главное, что должны быть специально разработанные программы, специально отобранный материал, и мы должны их готовить. Спасибо большое. Будут ли еще какие-то вопросы? Скажите, пожалуйста, еще какой момент? Ну вот, лингвисты, которые занимаются этими языками, да, это очень хорошо, они научно ее знают и описывают, но в чисто практическом плане-то они смогут это понятие нормально перевести, если у них не будет квалифицированных информантов из местных. Это же примерно та же проблема, которая у американских ученых была, когда они с коренными языками Америки. Там всегда был ученый, ну, американец, плюс обязательно информант из местных, потому что в чисто практическом плане, мне все-таки кажется, довольно сложно лингвисту тонкостями, тем более фолклора и мифологии овладеть. Ну, я здесь с вами совершенно согласна, и вы тоже должны понимать, что это не будет такая широкомасштабная подготовка, что это будет выпуск 50 человек в год и так далее. Это будут, ну, уникальные, скажем так, штучные специалисты, но это будут, с одной стороны, возможно, это будут даже на стыке, это будут как раз культурологи, это будут лингвисты, потому что в некоторых ситуациях мы имеем тексты, но при том вы понимаете, что тексты для многих языков народа Сибири были созданы только в 80-е годы прошлого века. Но, с другой стороны, эти тексты появились, они есть, и каким-то образом этими текстами мы должны с ними работать. И здесь речь идет, конечно же, больше о письменном переводе, чем о переводе устном. То есть я занималась еще потом проблемами перевода условий в чрезвычайных ситуациях, там, например, разливание продуктов в тундре и так далее, и в некоторых случаях, конечно же, нужно и устное владение и такими языками. Особенно, когда фольклорный текст. Да, его надо дошифровать, это естественно. Ну, кстати, ну, конечно, например, у якутов есть большой такой прорыв, в частности, это перевод на английский язык «Ланхо». Ну, там несколько другая ситуация, и деньги там другие. Ну, якутов, конечно же, намного больше, это как титульная нация, как вы знаете, в Сахе. Но, с другой стороны, их опыт, в частности, опыт кафедры переводоведения Северо-Восточного федерального университета, может быть использована. Спасибо. Спасибо, Вероника Адольфовна. Если пока вопросов больше не возникает, я предлагаю перейти к следующему докладу. Докладу Андрея Анатольевича, посвященному внутриязыковой и межязыковой синонимии. Далее Альбина Витальевна, как я сказала, можете подготовиться. Предоставляю слово Андрею Анатольевичу. Спасибо. 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 Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно? Да, слышно и видно презентацию. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, хотелось бы поблагодарить организаторов за прекрасный труд, за возможность пообщаться дистанционно в нынешних условиях. Ну и, собственно, по теме доклада. Объектом исследования послужили фрагменты словообразовательных систем немецкого и украинского языков, а именно отодективные глаголы, словообразовательно-категориальное значение, которых можно определить, как становиться таким, как обозначает мотивирующие прилагательные или развивать признак, обозначаемый мотивирующим прилагательным. Такие глаголы в лингвистике традиционно называются инхоативными. Если мы сравним два предложения, немецкий русский язык, старый сад полностью одичал, я думаю, вы здесь славянский язык угадаете сразу же, или немецкий язык даскетрайдерайф тизас яш пета, и украинская зернови цього року достигают пизднейше. В выше приведенных примерах немецкие адъективные глаголы фавильдан и райфен находят соответствие в виде украинских адъективных глаголов вздычавиты и достигаты, которые мотивированы прилагателям и дыка и стыглый. По мнению большинства исследователей, лексема не является единицей перевода, однако, как известно, именно слово представляет собой основную самостоятельную единицу выражения смысла в языке, и слово в процессе перевода часто играет роль опорной точки или узла, на котором фокусируется внимание и усилие переводчика. В этой связи следует констатировать факт, что фокус исследования переводческих трансформаций часто и неизбежно смещается в сторону именно межязыкового сопоставления на уровне слова. И при этом в основу анализа положена лексико-семантическая эквивалентность на уровне словарного состава языка. Актуальность данной работы заключается в том, что инхоативные и аддиктивные глаголы при достаточно подробном освещении структуры и некоторых особенностей семантики в немецком и украинском языках не рассматривались в сопоставительном аспекте на уровне словообразовательной семантики и лексико-семантической эквивалентности. Целью данной работы является анализ особенностей межязыковой синониме от аддиктивных и инхоативных глаголов в немецком и украинском языках с опорой на аномасиологическое сопоставление. На самом деле это продолжение большого сопоставления в немецком, английском и украинском, от аддиктивных глаголов каузативной, инхоативной и сивной семантике на материале немецкого, английского и украинского языков. Но в какой-то момент мне стало интересно, как их можно перевести. И если вернуться к конкретным задачам, это рассмотреть в каждом языке сопоставления разноуровневые средства передачи инхоативной семантики, которые синонимичны от адъективным инхоативным глаголам с акцентом на мотивирующие прилагательные, обнаружить лакуны в межязыковых парах украинский инхоатив, немецкий инхоатив, рассмотреть разноуровневые средства при сопоставлении и переводе украинских инхоативных глаголов на немецкий язык и в условиях отсутствия словарного соответствия на уровне от адъективного глагола инхоативной семантики. Материалом исследования послужили, во-первых, собственно, инхоативные глаголы и аналитические конструкции инхоативной семантики с акцентом на мотивирующие адъективы, которые были отобраны методом сплошной выборки из наиболее авторитетных толковых словарей немецкого и украинского языков. Также словарные соответствия, представленные в переводных словарях, которые были в доступе. На этапе изучения синонимии внутриязыковых средств для реализации инхоативной семантики было замечено, что не для каждой инхоативной конструкции можно обнаружить соответствующий инхоативный от адъективных глагол. При этом в английском языке подобные, извините, в украинском языке подобные синонимические пары не характеризуются лакунарностью. Если мы рассмотрим хотя бы одну пару, глагол не существует в современном немецком языке. В средневерхненемецком, в древневерхненемецком функционировал такой глагол, причем в семантике «быть», «становиться» и «каузировать» ситуацию. В то время, когда в украинском языке есть и от адъективный глагол «тверди ты» и «твердиша ты» даже, и «става ты твердишем» — аналитическая конструкция, которая также наряду с от адъективным глаголом функционирует в украинском языке. Следует отметить, что более благоприятные условия для образования от адъективного глагола сложились в украинском языке, представители синтетических языков. В частности, возможность образовывать глаголы от прилагательных в сравнительной и превосходной степени, например, «краща ты» от «кращий», «бильша ты» от «бильший», «подорожча ты» от «дорожчий», «роздобріша ты» от «добріший». Я думаю, перевод не вызывает каких-то затруднений. С соответствием украинским глаголам инхотивной семантики выступают в немецком языке лексико-сематические соответствия в виде собственных и поддиктивных глаголов, такие как «покращитесь», «зыч бессом», «зыч фабессом» улучшится, «довшаты», «зыч фалэнган» удлиниться, «продолжаться», «коротшаты», «зыч факюцан» и так далее. Далее лексико-сематические соответствия в виде аналитической конструкции с глагол «верн» плюс мотивирующий аддиктив, мотивирующие прилагательные, «гладнуты», «гладшаты», «повниты», «повнишаты», «товститы», «товстишаты», «товщаты». И в данном случае мы видим широкие возможности образования от аддиктивных глаголов инхотивной семантики в украинском языке. Соответствием в немецком языке будет являться лишь аналитическая конструкция «дик», «фэт» или «дика», «фэта» уже в компаративе «вядн» и так далее. «Скажениты», «ванзиних» и «инзиних» «вядн». Ну и последнее – это лексико-сематические соответствия в виде лексических средств, которые не являются глаголами от аддиктивного происхождения. Например, «товститы», «товстишаты», «цунэймэн», которые не являются глаголом от именного происхождения. В результате анализа межязыковых синеймических пар было установлено, что большинство инхотивных глаголов немецкого языка имеют эквиваленты в украинском языке в виде соответствующих от аддиктивных глаголов, поэтому при переводе может быть воспроизведено не только содержание, но и, соответственно, уровни словообразовательной семантики. Нередко воспроизводится способ словообразования, так и словообразовательная модель. Несколько примеров. Следует также отметить, что от аддиктивного глагола инхотивной семантики функционируют в различных сферах употребления языка и по своей принадлежности принадлежат к различным пластам в лексике неоднородны. Так, значительная часть инхотивных глаголов немецкого языка, более 26% являются ограниченными в употреблении. Как устаревшие, устаревающие, редко употребляемые слова или ограничены рамками высокого стиля поэзии и национального варианта языка. Несколько примеров на слайде. Большинство же украинских инхотивных глаголов представлены в словаре как принадлежащие к общей употребительной лексике лишь 5%, ограничены в употреблении по разным признакам. Андрей Анатольевич, прошу прощения, у вас 2 минуты осталось. Спасибо. Постараюсь ложиться. Большинство стилистическое маркированное сделает во многих случаях невозможным дословный перевод инхотивных глаголов, дословный в кавычках, можно сказать. Так, немецкий стилистический немаркированный глагол становиться женственным, приобретать признаки женского пола, феминизироваться, да, мотивирован прилагателем байблич, женский и женственный. Нельзя перевести на украинский язык с помощью от субстантивного глагола обабытыся. Ну, в русском языке тоже есть обабица. В общем-то, я здесь привел семантический объем этого глагола. Поскольку данный глагол является ограниченным в употреблении как слово сниженного стиля. И при переводе наиболее адекватным представляется эквивалент в виде аналитической конструкции украинского языка стоватый рубытыйся плюс прилагательный. Ну, здесь я взял в интернете, нашел несколько примеров с немецким фавайбищем и перевел его на украинский язык и далее на русский. То есть, и гормон ангабмистэ фавайбищ через принимание гормонов он стал женопогибным, из-за приема гормонов он стал женоподобным, да, и упрегенцистиль, ну и так далее. Я не буду зачитывать, по избежанию. В принципе, из выводов, для передачи инхоативной семантики в обоих языках употребляется как аддиктивные глаголы, так и синеймичные иммунолитические конструкции. В немецком языке не для каждой инхоативной аналитической конструкции обнаружен семантический соответствующий аддиктивный глагол. В украинском языке лексико-семантические пары и инхоативная конструкция от аддиктивных глаголов отличаются высокой степенью регулярности, хотя в отдельных случаях лакуны в указанных парах все же имеют место. Корпус от аддиктивных глаголов украинского языка количественно значительно превышает корпус соответствующих глагольных лексиев немецкого языка в 8 раз. При этом не все немецкие глагольные лексиева обнаружили межязыковые лексико-семантические соответствия в виде от аддиктивных дериватов в украинском языке. И при переводе украинских глаголов, мотивированных именами прилагателями на немецкий язык, высокую степень частотности, обнаруживает аналитические конструкции инхоативной семантики в силу их универсальности в плане передачи аспектуальных характеристик. Почему-то слайд последний с выводами, это исчез. Спасибо за внимание, уважаемые коллеги. Спасибо, Андрей Анатольевич. Будут ли какие-то вопросы к Андрею Анатольевичу? Уважаемые коллеги, предлагаю перейти к докладу следующему. Альбина Витальевна будет нам рассказывать о... Снова вернемся в политический дискурс и поговорим о музыкальной терминологии в текстах политического дискурса. Я приглашаю, Альбина Витальевна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотела бы сейчас развернуть нашу дискуссию, если это возможно, к теме перевода специальной терминологии в текстах политического дискурса. И не просто специальной терминологии, а именно музыкальной терминологии, которая, как выяснилось, в политическом дискурсе функционирует и имеет довольно интересное... интересно применяется. Специфика политического дискурса предполагает в речи политика или политическом тексте активную метафоризацию, эфемизацию, хеджирование, которое способствует усилению воздействия на электорат. В этом смысле музыкальная терминология, которая может быть использована в прямом значении или метафорически, благодаря своей образности имеет особое свойство завышать стиль, придавать высказыванию легкую иронию и эффективно подавать интенсуавту, разглаживать негативные реакции, смягчать фактическую информацию, эмоционально воздействовать на аудиторию. Я приготовила вам несколько примеров, чтобы с одной стороны проилюстрировать, с другой стороны даже немного верно. Мы видим, этот аккорд не может считаться действенным орудием, если под синий будет стоять подпись Соединенных Штатов, допустим. Форматирование немного мешает чтению, но не будем на это обращать внимания. В данном случае аккорд используется не в прямом значении, а в переносном. И этот термин здесь функционирует совсем в другом варианте. Примерно в таком же ключе решен этот термин и воспринимается этот термин во втором примере. Например, ведь если верить ученщикам из правительства, вопрос о повышении пенсионного возраста принципиально решен просто. Финальный и официальный аккорд отложен до завершения президентской кампании. В том же ключе решен и, например, используется этот термин. И в дальнейшем финальный аккорд с учетом того, сколько его администрация уже наговорила в сторону Российской Федерации. В данном случае речь идет об Абаме. Например, термин симфония. И мы видим здесь тоже довольно интересное использование. Симфония властей, симфония всех сословий, симфония государств. Гармония. Гармония и безопасность. Мир и гармония. А вот дальше довольно любопытная сочетаемость. Гармония интересов, гармония в доходах. Здесь мы видим явное завершение стиля. Или, например, такое использование музыкальной терминологии в неожиданном контексте, которое в итоге приводит к легкой иронии. Например, по словам Кента, который сам занимался Украиной и пятью другими странами, трио провозгласило себя тремя амигу. Или, к слову, три офицеров ФСБ, обвиненных в мошенничестве для встреч с банкирами, всегда выбирали дорогие рестораны. Необходимо подчеркнуть, что музыкальная терминология неоднородна в своем составе. Традиционно она включает беспереводные заимствования из итальянского языка или транслитерацию с итальянского, как, например, темповое обозначение анданте, адажа, или жанры соната, или музыкальные формы, ронда, ария. Наряду с итальянскими музыкальными терминами в отечественной музыкальной терминной системе используются активно термины на латинском и греческом языках, например, название частей мессы, кириэлизм, глория, агнездэй и заимствование из других европейских языков, например, сюита из французского, или зимшфель из немецкого. Однако эта специальная музыкальная терминология в речи политиков вкладает редко, так как правильное использование специальной терминологии требует соответствующего контекста, иначе вырванный из контекста термин звучит неестественно и вызывает либо комический эффект, либо негативный эффект, то есть эффект ошибки. Я хотела бы проиллюстрировать это. Посмотрите, пожалуйста. Пример такой. После переезда в США она работала в ресторане, затем преподавала игру на фортепиано, извините, затем преподавала игру на пианино, автоматически прочитала как раз правильно и так далее. То есть что мы видим в данном примере? Разговорный вариант названия клавишного инструмента пианино, то есть не фортепиано, а пианино, и по контрасту преподавать, то есть такой глагол, который обозначает обучение чему-либо в высшем учебном заведении. То есть здесь мы видим явную такую ошибку, которая, наверное, не бросается в глаза, которую может оценить, наверное, только специалист, но учитывая, что это политический дискурс, и мы, и особенно переводчики, должны с каким-то дополнительным таким вниманием относиться к использованию специальной терминологии и стараться не допускать вот этой неточности. Преподавать пианино невозможно, можно только преподавать рояль, преподавать фортепиано, а вот преподавать рояль с некоторым завышением и так говорят в основном в консерваториях. Второй пример, мне кажется, еще более такой показательный. В июне президент России сыграл пианино XVIII века. И в данном случае мы видим, конечно, мало того, что, опять же, использование разговорного варианта от термина фортепиано, мы видим еще ошибку исторического такого характера, потому что в XVIII веке не было пианино и фортепиано даже, можно сказать, не было, был только клавесин, клавик, корт, в лучшем случае хаммер-клаве, и вот эта, как бы, так сказать, ошибка, она уже может именно так и оцениваться. Надо сказать, что в немецкоязычном дискурсе есть такие же тонкие различия между разными терминами. Например, клавешпиле. Казалось бы, их пин клавешпиле, но мы понимаем, что этот термин может быть использован только для человека, который играет в барах, играет в ресторанах и играет не классическую музыку, а вот классический пианист, он и будет пианист. Их пин пианист. Та же ситуация замечена и при использовании двух терминов музыкант и музыкал. Музикант мы используем исключительно, если это уличный музыкант, и музыка, если в репертуаре этого музыканта классические произведения. Возвращаясь к политическому дискурсу, необходимо заметить, что чаще всего речь идет, конечно, не о специальной терминологии, которая может быть использована или которая используется не совсем точно, неправильно и вызывает какие-то действительно вот такие ошибочные представления или формулировки. Чаще всего речь, конечно, идет об общей потребительной музыкальной лексике, как петь, звучать, либо о фразеологических сочетаниях с музыкальным компонентом, в которых музыкальная терминология используется в прямом или переносном значении. И вот я хотела бы вам представить два примера, в общем, довольно распространенных, играть первую скрипку и взять соответствующий том. Но даже при использовании вот этих терминов могут возникнуть какие-то не совсем такие правильные, что ли, сочетания и неточности. Например, за достаточно короткий период своей деятельности он вернул России статус великой державы, сумел задать другой тон поведения России. Тон поведения, в принципе, понятно, о чем речь, но сочетаемость не такая общая потребительная. То есть редко встречается или, может быть, не совсем точная. То же самое во втором, мы наблюдаем во втором примере «я такой тон разговора никогда не потерплю». Переводчик может остановиться просто «я такой тон никогда не потерплю», разговор здесь уже лишний, и это можно уже не использовать. Понимаем, что у нас у тона разные значения, безусловно, но есть и фразологизмы, устойчивое сочетание, и переводчик, если вдруг встречается с таким термином, может уточнить все-таки сочетаемость и выбрать наилучший вариант. Альбина Витальевна, Альбина Витальевна, у вас осталось две минуты. Да, да. Тогда я хотела бы показать еще несколько, может быть, совсем коротко, сказать о том, что в немецком языке количественно музыкальной терминологии больше, чем в русской, и я хотела бы показать, что, например, термины из теории музыки в немецком языке встречаются чаще, например, за такт, созвучие, гармония. В русском языке мы редко используем эти термины. Или, например, инструменты. В немецком это скрипка, литавра и свистол дудка, а у нас все-таки, наверное, скрипка это, как сказать, наиболее частотный вариант, и больше мы не используем в такой повседневной жизни таких образов. Что касается уже, собственно, переводческих моментов, которые действительно возникают в связи с музыкальной терминологией в данном контексте, важно еще упомянуть, вернее сказать о том, что функция музыкальной терминологии в данном контексте это украсить речь автора, придать ей больше выразительности, в некотором случае придать легкую иронию за счет завышения стиля в нейтральном окружении или непривычном контексте. Учитывая, что в немецких текстах обсуждаемой тематики музыкальной лексики больше, чем в таких же русскоязычных текстах, перевод в переводе можно приведут к нескольким способам. Конечно, искать соответствие, если оно есть, к сожалению, не всегда бывает. мы можем заменить термин словосочетанием на похожие с музыкальным компонентом или даже без него, или передать только общий смысл, потому что важно, конечно, подчеркнуть, что, и уже переходя с отчетным выводом, важно подчеркнуть, что общая переводческая стратегия в данном случае нацелена на передачу смысла и допускает замену или даже элиминированную музыкальной терминологии. Роль терминологии, музыкальной терминологии в текстах незначительной. Ее сохранение не является приоритетным для перевода, и, например, даже в бустном переводе ее можно полностью принять в речь. Спасибо большое, Ольгина Витальевна. Будут ли какие-то вопросы? Если пока вопросов не возникло, я предлагаю перейти к следующему докладчику Юлии Александровне. В общем-то, наверное, будет презентация Юлии Александровны в чем-то созвучно предыдущей, потому что мы будем рассматривать на примере оперы Евгения Онегин в англоязычных переводах межсемиотическое пространство перевода. Вот, в общем-то, заявленная тема. И после я попрошу подготовиться Алину Александровну. Она будет следующим докладчиком. Приглашаю Юлию Александровну. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Слышно ли меня? Видно мою презентацию? Да, презентацию видно и вас слышно. Спасибо. Итак, ну, зачитывать название доклада я не буду, все его уже видят на экране. Межсемиотическое пространство перевода. Это изучение, моя тема изучения вокального перевода. Вокальный перевод, актуализирующий вопросы национального функционирования, особенностей различных видов перевода в контексте с другими науками и сферами деятельности. Международисциплинарные связи перевода являются нашим приоритетом здесь. И, конечно, изучение вокального перевода это одно из перспективных направлений мировой комментаристики. В историко-культурной перспективе оно позволяет раскрыть основы национально-культурной идентичности, проследить этапы взаимовлияния культур, в частности, популяризации русской культуры в англоязычном мире, как мы, надеюсь, увидим сегодня из доклада. В современной же реальности растущий объем индустрии развлечений, постановка опер, мюзиков на иностранных языках, дубляж мультфильмов ставит вопрос о качестве и эстетической ценности переводов этих продуктов. Требование переводческой эквивалентности как основного принципа пересоздания поэтического текста на принимающем языке осложняется при переводе музыкальных произведений не только техническими требованиями ритмической эквивалентности и соответствия словесных, логических, динамических ударений, но и необходимостью учета системы образности, возникающей за счет включения второй семиотической системы музыки. Вокальный перевод в англоязычной терминологии «the singable translation» или «musicling translation» является одним из подвидов поэтического перевода и, безусловно, представляется одним из наиболее сложных и комплексных видов эстетической деятельности. На уникальность этого феномена и значимость исследований в этой области указывали как русские ученые, академик Алексеев, Андрей Николаевич Геревенко, так и зарубежные исследователи, среди которых столпы англоязычного перевода ведения Питер Ньюмарк, Мэри Снелл Хорнби, Питер Лоу. Вокальный перевод активно изучается в западном научном дискурсе. В настоящее время одна из наиболее значительных работ это книга Марка Хермана и Рони Аптер «Переводчиков практиков в сфере вокального перевода с опытом более 40 лет», которые перевели более 20 опер. Комплексный подход к вокальному переводу, предложенный Херманом и Аптером, которые, в частности, я тоже опираюсь, сочетают общетеоретические и практические вопросы переводоведения, а также изучение социальных практик, например, центуры, антропологический подход, а также музыковический аспект. Цитаты из книги Рони Аптера и Марка Хермана на английском языке представлены кратко. Переведу. Мы изучаем вопросы, применимые к общему переводу, такие как форнизация, доместикация, адаптация, повторный перевод, множественный перевод, культурные временные различия издвиги, цензуру, чтобы показать, как они влияют на переводы для музыкальной сцены. Например, ограничения, накладываемые музыкой и музыкальной формой. Степень, в которой музыка и слова определяют персонажей, механизм ритма, рифмы, повторов, звук и смысл, ограничения, накладываемые человеческим голосом, а также зачастую необходимость подобрать правильное слово на правильную музыкальную ноту. Питер Ньюмарк в статье Arts on in Translation в 2012 году предлагает некоторые соображения относительно того, с какой целью выполняются вокальные переводы. Согласно Ньюмарку, функция вокальных переводов двояка. Прежде всего, они нужны самим исполнителям, чтобы понять смысл от текста передать нюансы в вокальном представлении, а так как вокальное искусство и искусство экспрессивное, синтетическое. С другой стороны, переводы нужны, чтобы слушатель не оказался в неудобном положении, когда единственное, что ему остается, закрыть глаза и наслаждаться, принимая на веру эстетическую ценность текста. Конец цитаты. Что касается исполнения вокальных произведений на оригинальном языке и в переводе, историческая практика такова. В 19-м, 1-й, 3-й, 20-го века исполнение музыкальных произведений, особенно крупных жанров, в частности опер, в переводе было более популярно, чем на языке оригинала. Более того, перевод оперы на другие языки в течение 19-го века и начале 20-го был признаком международного успеха. Здесь мне очень нравится цитата из романа Эдит Вортон «Эпоха невинности», которую тоже указывают «An alterable and questionable law of musical world required that the German text of French operas but some by Swedish artists should be translated into Italian for the clear understanding of English-speaking audiences». В пример можно привести раннюю историю исполнения оперы Чайковского Евгения Онегин и переводы этой оперы на европейские языки были предприняты сразу после ее создания, отмечая этапы ее триумфального шествия по миру. Написанная в 1878 году, впервые профессионально поставленная в Большом театре в 81-м году, за следующие 15-20 лет опера была поставлена в разных европейских странах минимум на 9 иностранных языках. Чешский, немецкий, английский вы видите список на экране. Во второй половине XX века исполнение на языке оригинала стало преобладать. Тем не менее, постановки в переводах существуют как на сцене, так и в записанных версиях, на дисках и в онлайн-форматах. В некоторых театрах оперы до сих пор ставятся в переводах. Вопрос выбора языка для исполнения активно вмешивается в технологический прогресс. Чем более совершенным становятся средства проецирования субтитров и супертитров в режиме реального времени во время представления, тем менее востребованным становится исполнение в переводе. И, следовательно, сам вокальный перевод. Singable translation тем больше уступает место readable translation. В фокусе данного исследования находятся англоязычные переводы оперы Евгения Онегин. Материалом послужили несколько переводов. Прежде всего, известный перевод Дэвида Ллойд Джонса, появившийся, если я не ошибаюсь, в 1988 году. Это именно Singable translation, использующийся в постановках на английском. Второй перевод, который я привлекаю к анализу, он тоже довольно известен, представлен в сети, выполнен для театральной программы, но в отличие от перевода Дэвида Ллойда Джонса, это так называемый readable translation. В целом перевод не является полным эквивалентом поэтическому переводу, но в качестве вокального поэтического репрезентанта он вполне служит своей цели воссоздать у англоязычного слушателя представление о звучащем тексте, то есть это текст, представленный в программе. Это не Singable translation. Переходя к анализу материала, еще задействованы несколько менее известных или совсем неизвестных переводов, например, Henry Drinker для контраста и для демонстрации идеи вокального перевода. Первым аспектом исследования стало выявление структурно-композиционных особенностей текста либретта. Очевидно, что первичность ритмика мелодической основы русской классической лирики и музыкальность пушкинского стиха должны облегчать задачу переводчику, поэтому для начала важно выяснить соотношение пушкинского текста как такового и текста либретта, написанного Чайковским в соавторестве с Константином Шиловским. Текст оперы, либретта оперы Евгения Онеги, написанного по мотивам романа в стихах, синтезирует в себе несколько типов текстов, если так можно сказать, то есть тексты как бы внутри текста. Ну, они представлены на экране, наверное, может быть, все, я не буду зачитывать, а буду уже комментировать, когда перейдем к конкретному анализу. Юлия Александровна, осталось две минуты. Да вы что? Спасибо. Первый вариант это событийная основа, в основном разговорная часть, диалоги, реплики, иногда с включениями сниженной просторечной лексики, в основном прозаический текст. Здесь на экране представлено несколько таких выдержек и сравнений текстов русскоязычного либрета и несколько вариантов перевода. Но здесь, как вы видите, сразу возникает здесь выделена черная проблема национально-культурного и проблема межкультурной коммуникации. Упираемся сразу в greetings my ladyship, матушка бояриня и так далее. При этом, поскольку текст звучащий, вокальный, никаких комментариев, соответственно, переводчик здесь дать не может. И, конечно, переводчику нужно быть очень осторожным с таким видом включений. Дальше. Части романа, вошедшие в либреты, практически без изменений. Например, часть «Мой дядя самых честных правил», которая превращается в либреты, собственно, в обращение Онегина к Татьяне. И в одном из моих любимых переводов обнаруживаем такую строку «Thank God he died a few weeks later». То есть образ, конечно, Онегина здесь достаточно сильно трансформируется. Ну и если обратиться, конечно, к практике перевода романа самого на русский, точнее, на английский язык, существует около 30 различных переводов, но перевод именно в оперном либретто, вот этой строки, очень кардинально отличается от того, что представлено, в общем-то, в литературе. Третье – это части, основанные в тексте романа, основанные на тексте романа с некоторыми изменениями, с повторением строк, с включением. Здесь я пыталась цветом показать, каким образом из романа появляется либретто. Некоторые части, причем в логике самого либретто, они даже переставляются местами, но в целом это пушкинский текст. И здесь, конечно, о переводе таких частей можно сказать примерно то же самое, что и о предыдущем. Два интересных наблюдения, это о народных песнях, которые включены в либретто, это «Болят мои скоры ноженьки» и «Девушки-красавицы», «Душеньки-подруженьки». Здесь, конечно, тоже перевод песни поднимает вопросы национально-культурной специфики, то есть форнизация, доместикация, буквально «Деакомпениенс» и так далее, о девушках-душеньках-подруженьках, то есть вопросов, конечно, здесь пока больше, чем ответов. Ну и последняя, моя самая любимая часть, поскольку я занимаюсь как раз локальным переводом романсов в основном, это мой первый опыт анализа оперы, это вставной роман с Ольгой и Татьяной «Слыхали львы», который, собственно, в самом романе Евгения Онегина не присутствует, а присутствует, точнее, это стихотворение Пушкина, включенное в либретто, вот таким образом введенный в пушкинский текст, другой пушкинский текст. И здесь, конечно, о переводе романсов можно говорить много и интересно, но секретическое искусство исполнения романса, берущего истоки в романтизм, конечно, предполагает полную гармонию музыки, голоса и текста, а в ситуации необходимости воспроизводства текста, воспроизведения, извините, текста на другом языке, конечно, и возникают вопросы жанрово-стилистических особенностей, композиционных особенностей. Более того, русский романс, конечно, это, более того, русский романс это устойчивое жанровое такое формирование, которое детерминировано еще и русской национальной традицией. В частности, вот здесь появляется, как вы видите, в переводе lovesick shepherd boy кажется такое простое слово, как певец, в нескольких разных переводах представлено совершенно по-разному. В переводе Ллойда Джонса это lovesick shepherd boy, неизвестно, откуда возникший, а во втором переводе Генри Бринкера это просто singer, и в третьем переводе это voice that sings, то есть совсем уже непонятно, кто поет. такие вещи, национально-культурные особенности, конечно, должны учитываться при переводе и при переводе таких вот включений особенно, которые имеют ярко выраженные национально-специфические жанровые структурные композиционные особенности. Ну, я на этом закончу. Спасибо за внимание. Есть ли вопросы? Спасибо, Юлия Александровна. Пожалуйста, задавайте вопросы. Так, Ирина Вячеславовна вот написала в чате о том, что ее магистрантка сейчас профессиональная оперная певица. Так что тема довольно актуальна. Юлия Александровна, оставьте контакты. Да, обязательно, мои контакты вот сейчас как раз на экране в презентации. Ага, сейчас я сфотографирую. Да, спасибо. На самом деле вот в качестве вывода я действительно хотела предложить такую строку, что, безусловно, вокальный перевод нуждается в такой кооперации между музыковедами, стиховедами, теоретиками, практиками перевода. То есть действительно жанр синтетический. Да, да. Действительно в широком смысле мультимодальный перевод. И это я еще не касаюсь того, что визуально в общем-то содержание опера еще представляется, что тоже влияет на перевод. Большое спасибо, Юлия Александровна. Да, тема, которую вы подняли, тема вокального перевода, она, думаю, имеет дальнейшее развитие. И очень интересно было услышать как раз о переводе оперы Евгения Онегин, всем известной. Я приглашаю следующего докладчика Алину Александровну, которая вместе с, я так понимаю, со своим научным руководителем Ольгой Анатольевной Егоровой подготовила доклад об особенностях преподавания перевода документов в международных организациях, который она нам сейчас будет рассказывать. И после этого доклада я предоставлю несколько минут для еще одного докладчика, не русскоязычного докладчика, но буквально в нескольких словах она расскажет нам о своей теме. Я думаю, что если кому-то будет нужен перевод, то перевод у нас синхронный идет, поэтому можно будет переключиться на русский язык. В конце нашего обсуждения буквально несколько слов будет. Я приглашаю всех желающих высказаться о тех направлениях, которые произвели на вас наибольшее впечатление, которые имеют перспективу для дальнейшего исследования. Ваши все пожелания будут приветствоваться. Спасибо. Алина Александровна, вам слово. Хорошо, спасибо большое. Благодарю всех предыдущих ораторов. Очень-очень было все интересно. Спасибо большое. Я сегодня представляю действительно доклад, который мы подготовили с Ольгой Анатольевной. Вместе это называется «Особенности преподавания перевода документов международных организаций». Итак, на каком мы материале готовили? Это, конечно, Организация Объединенных Наций, безусловно. Еще мы использовали материалы Международной Организации Высших Органов Аудита или Интасай. И, собственно, на что бы мы хотели обратить внимание преподавателей, которые практические курсы ведут. Это, во-первых, тесная связь между терминами лакунами, неологизмами, профессионализмами, неосвоенными заимствованиями и контекстно обусловленными словами. На практике выясняется, что между всеми этими теоретическими понятиями существует очень тесная связь. О чем еще важно помнить? Терминологизация названий ведомства организации, а также лакуны контекстуально обусловленных слов. И в связи с терминологизацией возникает проблема последовательности непротиворечивости, вернее, соблюдения этого принципа в практике перевода. Итак, чаще всего в теоретических курсах перевода преподаватели безусловно отражают такие понятия, как термины лакуны неологизма и профессионализма, реже контекстуально обусловленные слова. Но, что важно понимать практикующему переводчику и, соответственно, преподавателю, то, что на самом деле на практике одно и то же слово может быть одновременно и лакуны, и профессионализмом, и неологизмом, и контекстуально обусловленным словом. То есть, по сути дела, это может быть все в одном слове заключаться. Чаще всего, естественно, говорят о том, что неосвоенные заимствования использовать в переводах лучше не стоит, тем более методы транскрипции, транслитерации, особенно в дискурсе международных организаций, это не приветствуется. И вот как раз то, о чем я говорила, терминологизация. Вот об этом говорят совсем редко. Почему? Потому что терминологизация возникает, когда переводится большой объем документов в одной организации. То есть, и одно слово становится термином, и оно везде переводится одинаково, по сути дела, в рамках этой организации. Есть какой-то принятый вариант перевода. А студенты, как известно, редко переводят какой-то большой объем текстов. У них вот маленькие не связанные между собой тексты. Соответственно, эта проблема не возникает на практике. Итак, как же нам определить? То есть, у нас есть, бывают вот эти лакуны, контекстуально обусловленные слова. Они могут быть либо терминологизированы, либо нетерминологизированы. И если она, эта лакуна, нетерминологизирована, ее нужно иллюминировать, исходя из контекста, к которому она встречается. Я сейчас приведу пример. И, соответственно, если возникает терминологизация, то необходимо выбрать какой-то вариант перевода и его придерживаться. Итак, вот, собственно, пример нетерминологизированной лакуны. У нас, например, слово streamline в данных примерах, приведенных на этой таблице, оно нетерминологизировано. Это не термин, оно просто используется в различных контекстах в своем, собственно, значении в разном. И, соответственно, переводится, исходя из контекста, например, рационализация, повышение эффективности. А когда же возникает терминологизация? Вот, скажем, на данном слайде приведены примеры. Это табличка из международного стандарта НТОСА из САИ-3910. И, соответственно, эти слова, их можно переводить, естественно, по-разному. Не в этом смысл в том, что переводчику при переводе вот этих, всего корпуса этих стандартов следует использовать те варианты, скрепить их, которые он привел в этой табличке, потому что во всем корпусе стандартов эти слова будут использоваться вот как раз в том значении, в котором они закреплены здесь. Соответственно, например, там слово outcome, оно идет, это поскольку это технический такой текст, очень строгий, в общем-то, то, соответственно, оно будет иметь везде одно и то же значение, лучше его переводить одинаково, чтобы не вводить в заблуждение читателей. Часто имеет место ложная терминологизация, когда, что это такое, когда, например, заказчик видит слово integrity в тексте и думает, что это какой-то важный термин, его вот нужно переводить везде честность и неподкупность. И в результате текст получается очень-очень сгроможденным вот этим длинным составным словом, хотя на самом деле здесь, например, вот в данном тексте слово integrity не является термином, не терминологизировано, его можно переводить и как этику, и как честность, неподкупность и еще много другими способами. И в таком случае такая ложная терминологизация свидетельствует о том, что человек не совсем понимает либо значение этого слова, либо его функции в тексте. Еще часто бывают, возникают проблемы с терминологизацией названий. Казалось бы, название международных организаций, такая закрепленная вещь уже, но иногда возникают интересные сложности. Например, есть такая организация International Organization of Supreme Audit Institutions in TASAI. Так вот, на своем сайте они называются Международной Организацией Высших Органов Аудита. В контексте ООН они переводятся как Международная Организация Высших Ревизионных Учреждений. Это я напомню все официальные варианты. Да, также в разных вариантах существуют еще Supreme Audit Institutions. Это высшие органы аудита, высшие органы финансового контроля, высшие контрольно-ревизионные учреждения и даже высшие органы финансового контроля. То есть самые различные названия. В связи с чем такая разница в том, что есть слово аудит. Помните, я говорила о тесной связи с профессионализмом, неологизмом, неосвоенных заимствований? Так вот, раньше это слово воспринималось либо как неосвоенное заимствование, если речь идет о русском, либо как лакуна, которую нужно элиминировать. Так вот, в сфере профессиональных аудиторов на русском языке это слово уже давно перешло из разряда профессионализмов, так сказать, либо неосвоенных заимствований в разряд терминов. И, например, теперь в счетной палате Российской Федерации, то есть высшие органы аудита Российской Федерации, там везде используется слово аудит совершенно свободно. И на сайте как раз Интасай официальном они тоже себя переводят как высшие органы аудита. Например, ВОН пока еще об этом не знают и используют тот самый интересный долгий вариант. То есть возникает иногда проблема, когда у вас есть документы счетной палаты, которые тесно общаются с ООН и документы ООН и вам нужно выбрать какой же вариант использовать, то ли тот, который принят ВОН, то ли тот, который принят самой Интасай. Кроме того, еще существует однотипное название учреждений. Это как раз касается тех студентов, которые будут работать в какой-то организации, компании, у них будет большое количество таких однотипных названий, нужно выбрать какой-то метод их перевода. Потому что, например, здесь на этом слайде есть несколько вариантов названий таких их переводов. Это официальные переводы счетной палаты. Но, к сожалению, какая у них проблема? Они все используют разные методы перевода, приема. Например, это либо пословный перевод, который я, в общем-то, и рекомендую. То есть, например, State Audit Bureau of Kuwait, Государственное бюро по аудиту государства Kuwait. Это хороший вариант перевода. Либо у нас слово аудит возникает снова, его то спокойно используют здесь, например, то в следующем примере переводят как контрольно-ревизионное управление. Слово аудит как лакуна воспринимается. Дальше, самый интересный вариант и мой любимый, Supreme Audit Office переводят как счетная палата Словацкой республики. То есть, переводчик воспринял Supreme Audit Office как некую реалью, прямо-таки по влаховую флорину, которую он захотел передать, так сказать, русифицировать, что, конечно, в дискурсе каких-то организаций, международных организаций совершенно неприемлемо, потому что, во-первых, это не реалия. Да, реалия – это что-то, что есть в одной культуре, чего нет в другой культуре. Но у нас есть прекрасные счетные палаты, высшие органы аудита. Все это существует, поэтому, конечно, такой вариант перевода он не верен. Кроме того, существует еще так называемый интересный Code of Audit. Что это вообще такое? Это действительно счетный суд, то есть, это не просто счетная палата, это органы, обладающие судебными полномочиями. Соответственно, нужно обязательно эту сему перевести, потому что это отличается от нашей счетной палаты. У счетной палаты нет судебных полномочий. Здесь же они у нас возникают. Отсюда появляется такой интересный счетный суд. это неологизм, но он здесь вынужденный и обоснованный. Кроме того, он, в общем-то, показывает поиск в системе Google, он встречается действительно достаточно часто. Да, и опять-таки, мы здесь видим в каком-то варианте переводчик все-таки решил оставить счетную палату, что неверно, как я уже объяснила, потому что это не одно и то же, либо все-таки вот этот как раз неологизм счетный суд используется. Лина Александровна, две минуты осталось. Хорошо, спасибо. Как раз на этом слайде собственно отражены варианты этого перевода, то есть полный пословный перевод, который рекомендуется в принципе, и лучше его унифицировать, этот подход, любому переводчику, работающему в организации, в какой-то конкретной, стараться всегда переводить название однотипно, использовать один и тот же метод, потому что все эти названия, они встречаются равноправно в рамках дискурса, например, счетной палаты конкретно, что, конечно, не очень правильно, потому что, как я уже сказала, все эти приемы разные, получается какой-то некоторый разнобой. Итак, что же нужно студентам на что, как мне кажется, указывать, о чем редко говорят на курсах перевода. Во-первых, действительно, связь между терминами, лакунами, неологизмами, контекстуально обусловленными словами, то есть часто это одно слово, как я уже говорила, необходимо научиться выявлять случаи терминологизации, то есть, как я уже говорила, на примере того самого стандарта, что нужно использовать это слово везде, либо избегать, естественно, ложной терминологизации. Затем уделять внимание как раз унификации, и, в принципе, когда речь, например, идет уже о какой-то устоявшейся системе перевода, все-таки стремится вносить туда какие-то поправки, например, в связи с появлением вот этого сайта Интасай на русском языке. Эта версия появилась недавно. Вот, например, мой был бы совет, допустим, изменить название этой организации в системе ООН. Хорошо бы, потому что у них свое название они перевели на своем официальном сайте. Лучше, конечно, использовать его в избежании какой-то путаницы. Да, ну и, соответственно, в рамках счетной палаты это вот действительно и в любой организации это происходит. много однотипных названий, стоит вот выбрать какой-то один прием и им пользоваться, собственно, применять его ко всем вариантам названия. Спасибо большое за внимание. Если у вас какие-то есть вопросы, будем рады ответить. Контакты на экране. Спасибо, Алина Александровна. Есть ли вопросы к докладчику по данной теме? Хорошо. Если нету пока вопросов, то, как я и сказала, взять слово хотела бы наша гостья Лалия Белабди. Я предоставляю ей слово сейчас и ее, я так понимаю, то, что она хотела бы рассказать нам в течение буквально пяти минут будет на английском языке. Я думаю, она себя представит, но для тех, кто не знает, не уверен в том, что он поймет все, что будет сказано, я предлагаю внизу компьютера у вас есть иконка с названием перевод. Если вы на нее нажмете, то вы увидите два языка русский и английский. Соответственно, чтобы понять то, о чем будет докладчик говорить, нужно переключиться на русский язык, видимо. Так, вот, если, значит, по окончании доклада, соответственно, надо не забыть переключиться на другой язык для вашего удобства. Спасибо. Пожалуйста, я приглашаю Лалию Белабди. Лалия, the floor is yours. You're welcome. Может, микрофон отключен? Нет, только что включился микрофон. Лалия, can you hear us? Я написала Лалия в чат. Да, Настя, и связь отключите, пожалуйста. Так, ну, пока мы ожидаем, возможно, это займет, я надеюсь, недолгое время, я приглашаю высказаться желающих, потому что, в принципе, все доклады, заявленные на сегодня, у нас были сделаны. Так, хорошо, вот я вижу, что презентация появилась на экране. We can see the presentation, Валя. но мы по-прежнему не слышим звука, Настя, если можно, напишите, пожалуйста. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не вижу вас Я не могу включить Субтитры создавал DimaTorzok Настя, у меня к вам вопрос Может быть она скинет в чат эту презентацию Напишите я об этом Потому что иначе это займет очень много времени Хорошо видно У них блокируется верхняя часть И они не видят панель управления Все, поняла Поэтому так случается Поэтому лучше продолжать Ну, зазумить может быть немножко Не 68% сделать, а 70% Внизу, вот там где Если вы идете на скале Вы можете кликать на скале И поставить, вместо 68% Для 75% И мы увидим это больше Субтитры создавал DimaTorzok Я не могу включить слайдшоу 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 can you see it right now yes we can yeah and the slides are being changed yeah okay everything's fine you can begin you're welcome yes thank you advertisements leave nothing for coincidence every piece of information information are рассматриваются and it's a miracle it's important to know it's important to know the fact that there are a lot of people who can but the fact that there are a lot of people who are different like this Зависированная коммуникативная функция на аудиторию, она должна вызывать эмоции, иметь кратическое значение и должна иметь глубокий посыл. Она реклама учитывает культурную реализацию, нормы общества, образные современные параметры, потребители продукты своей культуры. Культуру нельзя отделить индивидуального, это не система абстрактной ценностей, которая существует вне зависимости от видов. Культуру нельзя отделять историческим. Культура включает общие верования, отношения, нормы, роли и ценности. Продолжаем литературный обзор. При переводе рекламы нужно принимать многое во внимание, поскольку при переводе между текстурными отношениями меняются, и что-то иногда полностью игнорируют. Это было в 2012 году. Продолжаем литературный обзор. Эти изменения возможны в результате рекламы. Таким образом, перевод – это создание. И переводчик – это новое. Вот результаты и анализ. Дома, которая приведет тебя к победе. Дома, которая определенно приведет тебя к победе. Ну, при креативном переводе, перевод делается по-другому. Например, always is my first move going to my girls. Еще один кейс – это реклама Латина. Это визорная реклама, нет надписи. Ну, и вот то же самое у нас для Южной Кореи. Этот креативный перевод. Вот, видите, изображение. Вот в США мы видим, что здесь часть груди видна. В США это нормально. А в Южной Корее в Африке показывать эту часть груди – это не норма. И поэтому была изменена одежда. Культура, общество, время и пространство влияют на креативный перевод. В первом кейсе по-разному рекламировал самогаз для Франции и Швейцарии. Валентина использовала универбальные средства. В США модель была две-образным вырезом, и часть ее груди была видна. В Южной Корее грудь модели была открыта, поскольку норма, тут, что касается дресс-кода. Креативный перевод – это одна из техник перевода. Но разница в том, что результат различен. И в каждой технике свое собственное содержание. При переводе рекламных объявлений – частичные или резкие изменения. Они связаны с целевой аудиторией и креативным эффектом. Креативное создание рекламы подчинено целью воздействия на аудиторию. Таким образом, креативный перевод – это не равна. Аудитория переводит. Прошу всех переключиться на русский язык. Презентацию можно, наверное, с экрана уже снять. И если будут какие-то у вас комментарии по сегодняшней нашей дискуссии, по сегодняшним докладам, я приглашаю Ирину Вячеславовну, пожалуйста, как коллегу нашу добрую и давнишнюю, вы можете взять слово. Я попрошу прощения, я не понимаю русский. Но спасибо, что вы здесь. Очень интересно, но, unfortunately, мы не можем общаться. Это было очень информативно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за субтитры. Спасибо. 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 . 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 может выбрать английскую версию сайта конференция. Для заседания подключаться можно по YouTube, ссылки нету специальной. На этом у нас все. Большое спасибо. Благодарим всех за внимание. До доброго. До новых встреч. До свидания. Спасибо. До свидания. Пожалуйста. Всего хорошего. До свидания.